Маруся. Особенно отчетливо влияние вдовы Мандельштама проступает в строках, связанных с именем Марии Сергеевны Петровых, 1908-1979. Перечисляя зачем-то любовные увлечения Мандельштама, начиная с 1914 года, Анна Андреевна продолжает. В 1933-1934 годах Осип Амирич был бурно, коротко и безответно влюблен в Марию Сергеевну Петровых. Ей посвящено, вернее, к ней обращено стихотворение «Турчанка», заглавие мое. На мой взгляд, лучшее любовное стихотворение XX века. Мастерица виноватых взоров. Мария Сергеевна говорит, что было еще одно совершенно волшебное стихотворение о белом цвете. Рукопись, по-видимому, пропала. Несколько строк Мария Сергеевна знает на память. Надеюсь, можно не напоминать, что этот донжуанский список не означает перечни женщин, с которыми Мандельштам был близок. Рассказ полон намеков и недоговоренностей. Остается впечатление, что автор стремился не столько сообщить нечто существенное, сколько умолчать о чем-то самом главном. У вдумчивого читателя это не может не вызвать целого клубка недоуменных вопросов. Например, строки из волшебного стихотворения Мандельштама не приведены, хотя Мария Петровых помнила их наизусть в то время, когда Ахматова писала листки, и они часто дружески встречались. Почему? Если под влиянием короткой влюбленности поэт пишет лучшее любовное стихотворение XX века, значит он поэт-импрессионист, вдохновляющийся мгновенным настроением или случайным головокружением, как пишет об этом увлечение мужа Надежда Яковлевна. Но Мандельштам не Бальмонт и не Игорь Северянин, он поэт более глубокого склада. На непременном условии короткости увлечения Мандельштама Марии Петровых особенно настаивает Надежда Яковлевна. Но это неверно. Встречи Мандельштамов с Марусей продолжались весь сезон 1933-1934 года. Вспомним, как я встретила ее у Мандельштамов, любовно слушавших ее болтовню или, скажем, милый лепет. Это было между октябрем и ноябрем 1933 года. Далее, 13 января 1934 года, Лева, живший у Мандельштамов, встречал старый Новый год у Марии Петровых. А когда Надежда Яковлевна легла в больницу на обследование, Осип Эмильевич и Лева, оба влюбленные в Марусю, убеждали и просили ее пожить у них. Как же, мол, они просуществуют это время бесхозяйственной женщины в доме? Ей эта роль не улыбалась, но она охотно навещала их в Нащекинском. Видимо, ей это было интересно. Все указывает на уже устоявшееся знакомство. Резким диссонансом звучит поэтому позднейший рассказ Надежды Мандельштам об этой любовной истории, вторая книга. В ее подаче Марии Петровых на минутку втерлась в нашу жизнь благодаря Ахматовой. Он даже просил меня не ссориться из-за этого с Анной Андреевной, чего я не собиралась сделать. Две-три недели он, потеряв голову, повествовал Ахматовой, что не будь он женат на Наденьке, он бы ушел и жил только новой любовью. Ахматова уехала. Мария Петровых продолжала ходить к нам, и он проводил с ней вечер у себя в комнате, говоря, что у них литературные разговоры. Но они встречались не только в Нащекинском. Осип бывал у Маруси где-то на полянке, где жили ее родные, мать, сестра, брат, в гранатном переулке, где жила она с мужем. Дело не в том, что любовь эта длилась дольше, чем три-четыре недели, была глубже, чем это изображает Надежда Яковлевна. И, как выяснится, в дальнейшем закончилась весьма драматично. Версия Ахматовой в листках ничем не отличается от Надиной, если не считать крайне вульгарных выражений, допущенных автором второй книги. Режет ухо такие клише, как случайное головокружение, потеря головы, а поэти, который находил другие слова для обозначения своего чувства. Например, «На дикую, чужую мне подменили кровь» в любовном стихотворении 1920 года, обращенном Корбениной, не говоря уже о мастерице виноватых взоров, о котором речь пойдет у нас дальше. Что, безусловно, верно в Надиной интерпретации, это то, что Мария Сергеевна привела к Мандерштамам Анна Андреевна. Это было еще осенью, когда Ахматова ненадолго приезжала в Москву, а в более длительный февральский приезд она ввела Марию Сергеевну в свой избранный московский литературный круг. С ее приездом квартира Мандерштамов стала неузнаваемой. Навестить Ахматову приходили старые друзья по цеху поэтов — Зенкевич, Нарбуд. Почему-то нанесла и приветственные прощальные визиты первая жена Пастернака Евгения Владимировна. Приходил известный пушкинист Сергей Михайлович Бонди. Водила она Марусю и к другим пушкинистам. Я помню рассказ Анны Андреевны о сильном впечатлении, произведенном на Григория Осиповича Винокура чтением Марии Сергеевны своих стихов. В поздних записях Марии Петровых, опубликованных посмертно, содержится интересный рассказ об этом времени в Москве и о первом ее знакомстве с Мандерштамом. 3 сентября 1933 года я впервые увидела ее, познакомилась с нею. Пришла к ней сама в фонтанный дом. Почему пришла? Стихи ее знала смутно. К знаменитостям тяги никогда не было. Ноги привели. Судьба, влечение необъяснимое. Не я пришла, мне пришлось. Ведомая, написал обо мне Николай Николаевич Пунин, это правда. Пришла, как младший к старшему. А вот запись прямо на интересующую нас тему. В 1934 году вместе с Ахматовой и Мандельштамом я была приглашена к бывшей жене Пастернака Евгении Владимировне, Тверской бульвар 25. Там я читала стихи и слышала драгоценные слова Бориса Леонидовича, его одобрения и призывы к большей смелости. Потом я встречалась с ним уже у него на Волхонке, и чем больше его узнавала, тем больше любила. Он был человеком огненного сердца, гениального ума. Добрый, чрезвычайно отзывчивый человек, для которого чужое горе сразу становилось своим. В другой заметке она говорила о своем отношении к трем названным поэтам. Мои чувства к каждому из них, мои отношения с обоями совершенно различны, но оба эти поэта, Пастернак и Ахматова, оба эти человека существуют для меня навсегда. Меня поражает, пишет далее Мария Сергеевна, и восхищает поэзия Мандельштама. Но почему-то не была она кровно моей. Анна Андреевна познакомила Марусю со своими старинными близкими друзьями, Надеждой Григорьевной и Георгием Ивановичем Чулковыми. У них молодая приятница Ахматовой тоже имела успех и признание. Памяткой этого знакомства осталась известная фотография, снятая в Нащекинском. На ней очень чувствуется специфика мандельштамовской квартиры. Голая белая стена, на которой слабо отпечаталась свисающая сверху гирька кухонных часов. На этом фоне стоят четыре писателя слева направо, Чулков, Петровых, Ахматова, Мандельштам. Маленькая хрупкая Маруся явно чувствует себя смущенной, попав в компанию таких знаменитых двигателей, уже прошедшей, но прославленной русской культурной эпохи. Фотография работает как знак ее посвящения в некий орден настоящих поэтов. Надежда Яковлевна подчеркивает это в своей второй книге. Она пишет, есть фотография Мандельштам, Ахматова, Чулков и Петровых, снята у нас в квартире на Фурманном переулке. Ахматова пожелала, чтобы первая фотография была литературной, а вторая семейной. Там есть и я, и дед, и Александр Эмильевич. Надежда Яковлевна пользуется новым названием на Щекинского переулка, принятым в 60-х годах в честь жившего там Фурманова. Однако Мария Петровых попала и в литературную, и в семейную группу. Она сидит рядом с Надеждой. На правом фланге маститы и поэта, а на левом жена, Маруся, отец и брат Осипа Эмильевича в свободных, непринужденных позах. Я невольно воспринимаю эту фотографию как намек на прокламируемое Мандельштамами устройство семейной жизни. Тройственные союзы, чрезвычайно распространенные в 20-х годах, уходящие корнями в 90-е и у нас уже сходящие на нет в 30-х, оставались идеалом Мандельштамов, особенно Надежды Яковлевны. Она расхваливала подобный образ жизни, ссылаясь на суждения Осипа Эмильевича. Например, брак втроем — это крепость, никаким врагам, то есть чужим, ее не взять. От него самого я таких слов не слышала. Ведь модель Мережковский Зинаида Гиппиус философов была у всех на памяти, а Осип и Лиля Брики плюс Маяковский перед глазами. Правда, в разговорах со мной, Осипа Эмильевича, проскальзывали иногда какие-то другие вариации этой проблемы, но они долгое время оставались для меня не совсем ясными. Ну, а что касается Маруси, то она только выражала крайнее удивление по поводу второй книги Надежды Мандельштам. Там, как мы помним, было сказано, что она втерлась в их дом. Пораженная, уже 60-летняя Мария Сергеевна рассказывала общим с Ахматовой друзьям, что именно Надежда якольно упорно зазывала ее не только приходить почаще, но и ночевать, предлагая для этого какой-то сундук. Мария Сергеевна, не понимая, в чем дело, не забывала о подчеркнутом интересе к ней Мандельштаму. Это явствует из дневниковой заметки, написанной, как указала сама Петровых, до выхода второй книги, то есть до неожиданно грубых слов Наде о ней. Я очень жалела Надежду Якульну в те долгие годы, когда ей было плохо. Я рада, что сейчас, так поздно, жизнь ее хотя бы во внешнем бытовом отношении налажена. Есть жилье, есть какие-то деньги, жить можно. Понимаю, как много она страдала, но не понимаю ее сверхчеловеческой озлобленности. Мне это злобо противно. Это не высшее решение, низшее. И ведь она зла по природе, до всех самых страшных испытаний, и тогда, когда ко мне она была вроде бы добра. В этом насыщенном событиями периоде мы пока и останемся. На Малой площади в чрезвычайно уплотненном времени разыгрывалась драма последних недель свободной жизни поэта Осипа Мандельштама. В ней было несколько бедно одетых участников разного уровня одаренности. Каждый вносил в действие свою долю повышенной страсти, создавая этим атмосферу высокого напряжения. Всей сцене придавал неистребимый оттенок скрытый источник какого-то добавочного света. Но как бы сговорившись, все делали вид, что его не замечают, хотя знали, что сияющие голенища и бьющие на отмашь указы кремлевского горца изобличены в лубочных стихах главного героя. Один только старик Эмиль Вениаминович не знал о существовании опасного стихотворения сына. Остальные участники слышали его в исполнении самого поэта. Но каждый считал себя единственным посвященным в тайну. Анна Андреевна рассказывает в тех же листках, что, проезжая место поворота с Кропоткинской улицы на Гоголевский бульвар, она всегда вспоминает сказанные в ту зиму слова Осипа Эмильевича «Стихи сейчас должны быть гражданскими». И вторую фразу «Я к смерти готов». Но мы знаем также, что в этих одиноких прогулках с Анной Андреевной, Осип Эмильевич признавался ей в своей новой страсти. Думаю, что он напомнил и о знакомой Анне Андреевне истории его увлечения Арбениной и о соперничестве с Гумилевым. Восклицал же он при мне в отсутствии Нади «Как это интересно! У меня было такой же с Колей». Но вот тут-то Анне Андреевне не понравилось сближение той пятнадцатилетней давности романтической истории с сегодняшней. То ли она ревновала Леву, бывают такие матери, то ли опасалась его политической несдержанности. Она совершает экстравагантный поступок. Встречи с Марусей в Москве еще не наладились, но, предваряя их, Анна Андреевна неожиданно появляется у нее дома и уговаривает ее перестать кокетничать с Левой. «Зачем вам этот мальчик?» — небрежно бросает она, вспомнив свою великолепно отработанную когда-то интонацию Клеопатра Невы. Однако времена Коломбин, Соломея и Паллад прошли. А у Маруси оказалось множество своих нерешенных семейных проблем. Анна Андреевна становится ее конфиденткой. Мария Сергеевна собралась разводиться с мужем. Это нелегко, потому что он глубоко и предан. Его обожание доходило до того, что он записывал ее слова. Это я знала не от Маруси, а от общих знакомых. Он был старше ее и, главное, не имел касательства к искусству и поэзии, окончив Темирязевскую академию. В те же дни из ссылки или высылки возвращается друг юности Маруси, бывший студент. Она на перепутье. А пока уже три, а не два бесшумно окающих ртами соперника ходят вокруг нее. Лева устремляет свою ненависть на молодого соперника, которого он с презрением обзывает интеллигент в пенсне. Тем временем Маруся открывает Тане Андреевне свою сокровенную душевную тайну. Она любит актера второго художественного театра. Ему посвящено ее длинное стихотворение «Медный зритель», напечатанное посмертно. Очевидная аналогия с «Медным садником» объясняется коронной ролью этого актера. Владимир Васильевич Готовцев играл Петра I в пьесе Алексея Толстого. Ему уже под пятьдесят, но это не мешает Марусе любить его, в то время как свою полную равнодушию к Осипу Эмильевичу она объясняет тем, что он старик. И даже как поэт он для нее, мы уже знаем, это чужой. Я не совсем этому верю, потому что слышала своими ушами, как за стеной Осип Эмильевич, звенящим на последней струне голосом, произносил свои вдохновенные речи и видела своими глазами, как Маруся с пылающими щеками и экстатическим взглядом, выходила из его комнаты, небрежно бросив до свидания Наде, мне и кому-нибудь третьему, ужиновшему с нами в прохладной комнате. Не знаю, пробыла ли Анна Андреевна полный месяц в Москве в тот ее февральский приезд. Знаю только, что в начале марта она уже была в Ленинграде. Помню и никогда не забуду, какой вздох облегчения вызвал ее отъезд у Осипа Эмильевича. Наденька, как хорошо, что она уехала. Слишком много электричества в одном доме. Они совсем запутались в смене откровенности и умолчаний. Половодье признаний. В то время у Анны Андреевны не было женщины-друга, она зрела потребность быть с кем-нибудь откровенной. В общей атмосфере дружественной, иногда полуфривольной беседы с Надей промелькнула однажды ее фраза «Моя свекровь» далее исследовала еврейское имя-отчество. «Вы шутите?» — удивилась я. «Нисколько», — был ответ Анны Андреевны. Потом я узнала, что ее третьим мужем был композитор Артур Лурье, а Пунин был уже четвертым. Зато Лева как-то с бравадой и с явным преувеличением сказал, что у мамы было четыре официальных мужа. Теперь мы все знаем, благодаря поэме «Безгероя», что после развода с Шелейкой Ахматова жила вдвоем с Ольгой Афанасьевной Судейкиной, а затем в той же квартире с ними жил Артур Лурье. Их совместный быт очень живо описан в воспоминаниях Юрия Аненкова. А из моих поздних бесед с Ниной Антоновной Ардовой я узнала, что Анна Андреевна доверительно ей говорила, мы не могли разобраться, в кого из нас он влюблен. А в начале 20-х годов Артур Сергеевич, а вслед за ним и Ольга Афанасьевна уехали навсегда на запад. Ахматова осталась в России? Это широко известно. Характер отношений между этими тремя людьми хорошо обрисован в записях Лидии Яковлевны Гинсбург, опубликованных только в 80-х годах. Сведения идут от Григория Александровича Гуковского. Его рано умершая первая жена Наталья Викторовна Рыкова была близкой приятельницей Анны Андреевны. Лидия Гинсбург записывает. Гуковский говорил как-то, что стихи об Якове и Рахиле «Третий стрелец» он считает в биографическом плане предельно эмоциональными для Ахматовой. Эти фабульные библейские стихи гораздо интимнее Сероглазого короля и прочего. Они относятся к Артуру Лурье. Так мы узнали, что обеих подруг связывала дружба соперничества. Но Надя хотела видеть в этой дружбе более тесную связь. Ничего не знавшая в ту пору об этом тройственном союзе, я была ошеломлена вырвавшейся у нее фразой в разговоре со мной об Ахматовой. Она такая дура, она не знает, как жить втроем. Ее жгла непреодолимая потребность говорить на эту тему подробнее. Она стала излагать жесткую схему, обязательную, по ее мнению, в подобной ситуации. Не прибегая ни к эвфемизмам, ни к чернокнижию, она вносила в свою беззастенчивую речь что-то дополнительно неприятное. Трудно передать, в чем был секрет этого слишком точного языка, может быть, в тембре ее голоса, но рядом с ним любой мат звучал, как родниковая вода. Система ее состояла из строго просчитанных чередований эксгибиционизма и вуайеризма. Она была бисексуальна. Эти вкусы сформировались у нее очень рано, в 15-16-летнем возрасте. Он приходился на предреволюционную пору, на время Первой мировой войны, то есть на время уже разворошенное. Она была младшей в семье и через старших братьев и сестру была причастна к богеме. Начитанная, она с особым щегольством выделяла книги «Тридцать три урода» Зиновьевой Аннибал. И тогда еще не приведенный на русский язык роман Теофиля Готье «Мадемуазель де Мопен». В некоторых источниках эти произведения числились в ряду порнографических. Она и сама умела сочинять не столько острые, сколько терпкие рассказики, коллекционировала анекдотические эпизоды из жизни еще живых современников. Но в последний год эти забавы вытеснялись экскурсами в политические сюжеты мировой истории и нашей советской жизни. Кругозор у нее был широкий, однако мысли нередко были не свои, нахватанные, но переведенные в высокий регистр ее яростным темпераментом и необузданным воображением. Когда я с ней познакомилась, у нее оставалось еще много замашек ее юности. Она была способна на эксцентрические выходки. Вдруг пройдется в присядку по коридору чинного санатория. Или наоборот, усядется где-нибудь уютненько в кресле и с кроткой улыбкой тихонько лепит из пластилина непристойные фигурки. В отдельной их комнате в узком прыгала по креслам, как бесстыжая обезьянка. Они оба любили резвиться в моем присутствии. Я упрямо не понимала, чего они от меня хотят. Это могло бы проясниться во время моей прогулки с Эмилиевичем в парке. В общих чертах они уже описаны в моих первоначальных воспоминаниях. Но многие его намеки я не пыталась расшифровывать, слишком занятые своими личными переживаниями и впечатлениями. Не придала я тогда должного значения поведению Нади, учинившей мне настоящий допрос, о чем, мол, вы разговаривали. Мои ответы были выслушаны ею с напряженным вниманием. С глуповатой честностью я не столько пересказывала, сколько перечисляла отдельные его темы или фразы. Среди них проскользнуло его упоминание о двух сестрах, киноактрисках, с которыми он баловался. Надю это взорвало. Она нервно вскричала. Он все врет. Да меня он ничего не знал. Это я его научила. Свой союз с Осипом Эмилиевичем Надя называла физиологической удачей. В ту пору все ее рассуждения и шалости были пронизаны разговорами об эротике. Как я относилась к этому? Моральная и эстетическая сторона подобных сюжетов меня нисколько не беспокоила. Мы жили в эпоху сексуальной революции, были свободомыслящими, молодыми, то есть с естественной здоровой чувственностью, но уже с выработанной манерой истинных снобов ничему не удивляться. Критерием поведения в интимной жизни оставался для нас только индивидуальный вкус, кому что нравится. Сейчас я понимаю, что в моей голове была нелепая мешанина из искусственной теории, совсем не подходящей к ней моей собственной манеры поведения. Это понял Осип Эмилиевич, сказав мне однажды, откуда у вас эта смесь целомудрой и бесстыдства? Надя уверяла, что на фоне полной сексуальной раскованности, небывалой новизны текущих дней, опасности, витающей в атмосфере, образовалась благоприятная почва для расцвета великой любви. Она часто говорила о своем желании написать книгу о любви современного, читай, советского человека. Но и без этих высокопарных слов пред моими глазами был живой пример такой любви. Они оба — Осип и Надя Мандельштам. Постепенно, однако, мне многое стало открываться в их отношениях. Однажды я опоздала на трамвае и осталась у них ночевать. Это было в той квартире, где они так мрачно жили в одном из Брестских переулков. Там было написано «Полночь в Москве». В тот вечер Осип Эмилиевич проявил неожиданную агрессивность, стал ко мне недвусмысленно приставать, в то время как Надя в крайне расхристанном виде прыгала вокруг хохоча, но не забывая зорко и выжидающе следить за тем, что последует дальше. Но дальше не последовало ничего. Моя равнодушная неконтактность, полное нежелание играть в эту игру, не на шутку рассердила Осипа Эмилиевича. Он попрекал меня всякими расхожими хлощеватыми фразами, вроде «Для ночи вы ведете себя неприлично» и тому подобное. Но этого ему показалось мало, и он не приминул кольнуть меня сравнением с женой Надиного брата Евгения Яковлевича. Ленка наверняка вела бы себя иначе. Надя осторожно молчала. Не скрою, что она же сводила меня со своим братом. Она умела это делать. Не оставляла этой забавы с разными людьми до последних дней своей жизни. Роман с женатым человеком ситуация банальная. С ее постоянной сменой обид и торжества, с возможностью каждый день столкнуться с неожиданным оскорблением. Таким ударом для меня оказалась непредвиденная поездка Евгения Яковлевича с женою к морю. Он уверял, что она продлится ровно три недели из-за отсутствия денег. Три недели прошли, еще три недели, а они не возвращались. В это время Надя легла на очередное обследование в больницу. Я пришла к Осипу Эмильевичу на покровку, застала его вдвоем с Яхонтовым. Разговор их был посвящен темам оригинальной работы Владимира Николаевича в его театре одного актера. Как вдруг Осип Эмильевич стал суетливо беспокоиться по поводу затерявшихся где-то на Кавказе Жени и Лены. Начинаются нервные телефонные переговоры с тещей Евгения Яковлевича, беготня в коридор к аппарату доверительной пересказы Яхонтову. Кто что говорит? Вот уже отец Елены Михайловны вызывает телефону Осипа Эмильевича. Он нашел дату последнего письма из Кисловодска. Кстати говоря, это очень далеко от Целительного моря. Но Осип Эмильевич начинает обсуждать с Яхонтовым возможный обратный маршрут путешественников. Он говорит с обычным своим тревожным красноречием, но по его лицу пробегает скрытая улыбка, которую я скорее угадываю, чем вижу. Он испытывает удовольствие, украдкой поглядывая на меня. И мне кажется, что Яхонтов это тоже понимает. Ведь спектакль разыгрывается специально для меня, для того, чтобы понаблюдать за мной, нанося мне раны. Я молчу. Это злит его. Мандельштам ни к чему не умел быть равнодушным. Подобные уколы повторялись не раз и в следующем году, когда Мандельштамы переехали в дом Герцена, Тверской бульвар 25. Я продолжала так же часто бывать у них, как и раньше. Встречи наши были насыщены беседами самых разных наполнений. Как всегда, были дни, отданные очередной вспышке писания жалобных писем, в которых Мандельштам разливался соловьем со всем своим умением превращать малые эпизоды в огромные события, обливая их потоками сарказмов требований высокопарных слов. Как он умел, да и оба они, втягивать в свои интересы огромное количество людей. В конце концов, нельзя было не подчиниться этому сумасшедшему бегу и как загипнотизированным не участвовать в очередной распри. Эти приступы шумной деятельности сменялись тишиной, писанием стихов. Словом, дни были так самотошны, что мной совсем были забыты былые эротические поползновения. Но вот я как-то засиделась у них, опоздала опять на трамвае, осталась ночевать. Мандельштам как будто вспомнил предыдущие сцены, почти повторяя одну из них, но с подчеркнутым призывом к Наде принять в ней участие. При короткости наших дружеских отношений это можно было бы принять за шутку, если бы я не вспомнила эпизод в старой их комнате. Да еще если бы Надя мне в назидании не любила рассказывать о той или иной новой знакомой, умевшей ночью вести себя прилично. Результат последнего натиска на меня на Тверском бульваре был тот же, что и в предыдущем, таком обнаженном случае, то есть равнодушное отталкивание с моей стороны. Это заставляло Осипа Эмильевича иногда возвращаться к старым обидам, раздувая и преувеличивая драматизм моих отношений с Евгением Яковлевичем. В один из таких разговоров с ним наедине Осип Эмильевич убеждал меня, что с моей стороны этот роман был болезнью. Он уверял, что может меня вылечить. Да? Как же? Он совершенно хладнокровно. Разденьтесь, я вас высеку. С тех пор я уже не могла относиться к нему как к старшему другу, с которым меня связывали чистосердечные отношения. Все предыдущее не вызывало у меня чувство брезгливости и отчужденности, потому что оно было окружено какой-то специфической легкостью, исходящей от Нади. Но вот мысль о садизме мне до тех пор не приходила в голову. Правда, Нади и с этой стороны намекала на его обращение с ней. Но это были очень глухие намеки. Она говорила, что Мандельштам не мог записывать стихи, а диктовал ей. Это мы знаем и сейчас, имея в руках рукописи, написанные ее рукой. Но она рассказывала не без удовольствия, что диктуя, он ругал ее, даже ненавидел, и это стимулировало его творчество. Я готова была поверить этому. Но кого же он донимал, когда писал «Камень» или «Гениального коня», посвященного Ольге Николаевне Арбениной? Тогда Нади рядом с ним еще не было, но самое неопределенное ощущение вызывает у меня письма Мандельштама к жене. Ахматова писала в листках, что он любил Надю невероятно, неправдоподобно, и ссылалась при этом на его письма. Действительно, они поражают силой нежности, заботливости и тоски по жене. Но не скрою, что на меня они производят неприятное впечатление бьющего через край сюсюка. Подтекст этих нежностей скрывается в письме Нади к нему, написанном в Тибели в начале октября 1926 года. «Я здесь гуляю с чудесной детенкой по имени Аня. Она из Питера, ей 26 лет, очень хорошенькая. Она сейчас пришла и смеется. Нянечка, я тебе с ней пошлю винограду и камушков. Ну, котенька, родненький, до свидания». И прощальная приписка «Осик, не смотри без меня на детенков». Тут же в письме есть упоминание об Ваксель, с которой в это время Осип Эмильевич уже порвал. Теперь она участвовала в каких-то массовых киносъемках фабрики эксцентричного актера. Надя пишет в том же письме «Если увидишь фэкс, пожалуйста, закрой глаза». В своем дневнике Ольга Александровна Ваксель тоже сообщает, что Надежда Яковлевна была бисексуальна и описывает сцены, подобные рассказанным здесь и даже превосходящие их. В поздний период своей жизни Надя решительно отреклась от этого, упомянув в своей второй книге о диких эротических мемуарах Ольги. Ваксель пишет о Наде. Она его называла «Мормоном» и очень одобрительно относилась к его фантастическим планам поездки втроем в Париж. Как известно, мормоны мужчины были полигамны. Оглядка на идеологию сопровождала все страсти Наде. Она признавала, что создавала возле себя атмосферу не дружбы или любви, но какой-то секты со своими обрядами и со своей специфической этикой. Большую роль в этом доме играл культ уродства. Целая система обыгрывания своих физических недостатков порождала особую свободу общения, объединяющую всех бывающих здесь. Но почему такое влечение к сочетанию одинокой замкнутости с открытостью, выходящей из границ, возродилось у Нади теперь, в 1934 году, когда и у самих Мандельштамов, и у всех вокруг так менялось мироощущение под воздействием грозного великого перелома. Мне казалось, что повышенный интерес к проблемам пола, как тогда говорили, был отчасти вытеснен у Нади горячечным влечением к политике. К внутренней, советской, конечно, а не к внешней. Достаточно вспомнить отклики в поэзии Мандельштама на ужасы коллективизации, с которыми они столкнулись воочию в Крыму летом 1933 года. И разве я могла забыть, в каком лихорадочном состоянии Надя влетела ко мне в комнату с известием о крамольном стихотворении «Мы живем под собою, не чуя страны». Не последнюю роль в политических настроениях обоих Мандельштамов сыграла дружба с Борисом Сергеевичем Кузиным. С первой же встречи с ним в Армении 1930-е он был принят Мандельштамами как член семьи, вернее, резко обособленного кружка. Не нужно напоминать, что Кузин отрицал марксизм как ученый, видел экономическую бессмыслицу нашего социалистического режима как здравомыслящий человек, и ненавидел все это как патриот. Кузин один из первых внес в жизнь Мандельштамов реальную тему ГПУ. Его изводил некий товарищ, вербуя в секретные осведомители. На Надю производила неизгладимое впечатление его твердость в решительном отказе от этого. Особенно один эпизод врезался в его память. Следователь в штатском, уговаривая Кузина и одновременно угрожая ему арестом, пытался сыграть на его исключительной привязанности к своей матушке. «Подумайте, что с нею будет, если вас арестуют?» На что Кузин отвечал одной мужественной фразой «Мама умрет». «Как вы жестоки!» — укорял его следователь. Узнавая об этих беседах от самого Кузина, Надя вырабатывала себе идеал римлянки, готовой играть со смертью вместе с мужем. Но пока еще она оставалась на грани между любовной и гражданской экзальтацией. Кузин вносил с собой не только политическую тему, но и эмоциональную. Мандельштамы только недавно вернулись из Крыма, куда они пригласили с собой и Кузина, успевшего отсидеть недолго в заключении, нуждавшегося в моральном отдохновении. Однако Борис Сергеевич неожиданно взял на себя роль защитника Нади от эгоизма Осипа Эмильевича. «Могу ли я забыть звучание глубокого грудного баритона разгневанного Кузина? Это что же, машинка для делания стихов?» В ответ на мои сдерживающие речи об обязанности многое прощать поэту. В старом Крыму завязывались отношения, вливавшие новую струю напряжения в атмосферу тех дней. Кстати говоря, я забыла упомянуть еще об одном сильном вливании в эту маленькую квартиру на пятом этаже. Это прихода туда красавицы актрисы художественного театра Нины Антоновны Ардовой-Альшевской. Впервые она явилась к Мандельштамам из-за Ахматовой, предмета ее давнишнего обожания. Возможность познакомиться с нею лично сводила с ума Нину. Приглашали в дом Ардовых и Леву, как связующее звено и обладателя громкой фамилии Гумилева. Там, в окружении подруг Нины, среди них Нора Полонская, еще неразведенная жена актера МХАТа Михаила Михайловича Яншина, названная, тем не менее, в предсмертном письме Маяковского членом его семьи. Общение опытной Нади с Ниной было своеобразным выражением особой эстетики. Мнимое дружелюбие представительницы секты, исповедовавшей культ уродства, Надя, к женщине чуждой профессии, актрисе, научившейся у самого Станиславского нести свободно и просто свою молодость и красоту, Нина. Они прекрасно понимали друг друга, перекидываясь на специфическом дамском диалекте легкими фразами, в которых к тому же слышались отзывики голосов замысловатого Мандельштама, с одной стороны, и ахального анекдотчика-юмориста Ардова, с другой. Недостаточно ли компонентов? Нет. Еще не все. Развязка надвигается. Надя встретила на улице молодого переводчика, который прочел ей наизусть стихотворение Мандельштама, посвященное Марусе, мастерице виноватых взоров. Оказывается, оно уже ходило по рукам. А Надежда Яковлевна ничего не знала, потрясенная, обиженная и растерянная. Надя была в шоке и отнеслась к этому нормально, без кривляния. Вы подумайте, жаловалась она мне, ведь у меня уже мог быть 17-летний сын. Она вспоминала свою очень раннюю женскую жизнь, свой роман, протекавший в бурной обстановке киевской жизни, когда власть переходила из рук в руки. Впоследствии она требовала, чтобы стихотворение «Как по улицам Киева Вия» печаталось в последнем в воронежских тетрадях. Я уверена, что это за строки ищет мужа, не знаю, чья жинка, и на щеки ее восковые ни одна не скатилась слезинка. Надя считала их своим портретом на тот момент, 1919 год, май, когда ее основной возлюбленный, бывший членом Рады, вынужден был бежать при вступлении в Киев Красных, а Осипа Эмильевича, ее нового героя уже не было в городе. Мандельштамы соединились, как видно по письмам, только в 1921 году, поэтому она узнавала себя в образе, не знаю чьей жинки, бесслезной и мужественной в несчастье. Скоро она взяла себя в руки, так сказать, овладела стихотворением о мастерице, сама его читала вслух и толковала, особенно настаивая на том, что строка «Ты, Мария, гибнущим, подмога» на самом деле звучит не так, и что Марию называть в этой строке не надо. Тогда это объяснялось тем, что под именем Марии можно было узнать в литературной среде именно Марию Петровых, замужнюю женщину, многим знакомую, и поэтому нельзя было ее компрометировать. И только очень поздно, уже после смерти и Надежды Яковлевны и Марии Сергеевны, в архиве Петровых обнаружился автограф этого стихотворения, где Осип Эмильевич собственной рукой написал «Наша нежность гибнущим подмога». Комментаторы толкуют эту строку по-разному, но я воздержусь от толкований. Надя стала относиться к Маруси со скрытым недоброжелательством. У нее появилось даже подозрение, не связано ли Петровых с органами. Тогда времена были еще очень наивными, поэтому ни Лиля Яхонтова, ни Кузин, ни та же Маруси не скрывали, что их вызывают на собеседование со следователями в штатском, где их вербуют в осведомители, то угрожая арестом, то приманивая, так сказать, пряником. Лиля Яхонтова, Попова, была уже замужем за композитором, одним из учредителей-исполнителей в театре одного актера. С Яхонтовым у Лили творческая связь не прерывалась никогда, но в те дни она была озабочена судьбой второго мужа. Рассказывала, как следователь брал у него подписку, обычную для работы этих органов, о том, что он решительно никому не будет рассказывать об этих встречах. Но так как, естественно, ни один живой человек не мог хранить в себе эту тайну, муж ее истерически проговаривался не только в беседах с ней, но и с друзьями, и даже по телефону. Один из таких разговоров был прерван тем самым знакомым ему следователем, который сказал ему в трубку «Так-то вы держите свое слово?» После чего несчастный был арестован, отправлен, по-видимому, в лагерь, где его навещала Лиля. И что же вы думаете? Она восхищалась начальником этого лагеря, считала его человеком мудрым и гуманным, содействующим исправлению нервного музыканта. Некоторые поступки и жесты Марии Сергеевны вызывали у Нади настраженное внимание. Так когда Надя стала откровенно говорить о возможной близкой гибели Осипа Эмильевича и составила на папиросной бумаге сборник всех его стихотворений, включая ненапечатанные московские, она с удивлением заметила, что Маруся не взяла подаренный ей экземпляр, а оставила его в Нащекинском на подоконнике. Когда уже Осип арестовали, и мы все сидели и ждали несколько дней до вызова Нади на Лубянку, какова его судьба, Надя раздражалась и говорила о Маруси, и чего она тут ходит и ломает руки. Но самое главное, это очень характерно для того времени, Маруся откровенно признавалась, что иногда у нее возникало такое стремление, как у Раскольникова, с трудом удерживающегося, чтобы не броситься в объятия Порфирия Петровича, то есть открыться следователю в своем преступлении. У нее бывали такие порывы. Она рассказывала об этом Наде, вероятно, и Осипу Эмильевичу. Разумеется, от Нади это переходило ко мне. А в начале войны я услышала тот же рассказ от Елизаветы Яковлевны Эфрон, которая знала хорошо Марию Петровых по Коктебелю. До сих пор мы говорили о поведении Марии Сергеевны в доме Мандельштама, в Нащекинском. А как же было там, где происходили их встречи и где мы оставили Осипа Эмильевича в соперничестве с двумя молодыми поклонниками Марии Сергеевны, с Левой и Виталием Головачевым? Прежде всего, надо обратить внимание на сонет Мандельштама, напечатанный очень поздно, посмертно, конечно, и, вероятно, попавший к редакторам от Левы. Содержание этого сонета малоприятного, на мой взгляд, и по мастерству почти слабо выражало одну определенную идею. Патриарх Иосиф, немного почудив, уступает место молодому львенку. В этом сонете мне вспомнился старинный апокриф. Мандельштам по своему обыкновению переворачивает подлинные факты, происходившие рядом в житейской обстановке, поворачивает их так, что создается новый сюжет, принадлежавший уже только автору. Лева нескромно жаловался. Я уходил от нее весь исцарапанный, что говорило о ее недоступности. Мандельштам же, наоборот, изображал ее как жертву льва, победившего в этой схватке. Это очень характерно для Мандельштама, для его поэтической манеры, сказавшейся даже в таком примитивном сюжете. При этом в действительности домогательства Марусиной любви как у Осипа Эмилевича, так и у льва уже прекратились. Помню, что Леву я увела. Он распростился с Марией, написав эпиграмму, где он назвал ее Манон Леско. Кажется, с тех пор он ее больше и не вспоминал. Совсем иначе расстался с ней Осип Эмилевич. Отказавшись от ухаживания за нею, он повел себя, я уверена, что он был искренен, как ее друг. Это выразилось в том, что он обратился ко мне с просьбой уговорить моего отца по хлопотать о прописке опального Виталия Головачева в Москве. Я рассказывала в своих первоначальных воспоминаниях, что я отказалась от вмешательства в эту совершенно незнакомую мне биографию, тем более что мой отец не имел такой власти, которая помогала бы ему хлопотать за репрессированных, в данном случае за студента. Забегая вперед, скажу, что Маруся, в конце концов, вышла замуж за Виталия, успела родить ему дочь. Но, к несчастью, в 1937 году он был арестован, отправлен, по-видимому, в лагерь, возможно, на Колыму, где в 1942 году умер от голода. Возвращение Левы в апреле в Москву было принято Мандельштамами с большим неудовольствием, ведь он вышел из любовной игры с Марусей. Это не устраивало Надю. Думаю, что именно она отправила его вниз, к Ардовым, где с ним очень кокетничала Нина Антоновна. Это не мешало Осипу Эмиличу встречаться с Левой, который прибегал с первого этажа на пятый, чтобы вместе куда-нибудь направиться. Мандельштам встречал его озорными словами «сделаем что-нибудь гадкое», и они начинали звонить по междугородному телефону Кани Андреевне в Ленинград. Осип Эмилич совершенно забыл свое недовольство присутствием Анны Андреевны в феврале и настойчиво требовал ее возвращения в Москву. Однажды при мне, когда никого не было, он уже в который раз, простившись с Анной Андреевной, еще не положив трубку, запальчиво заявил. «Мы члены одной партии. Ее товарищ по партии в беде. Она обязана приехать». Ну что ж, Анна Андреевна собралась, приехала дня через три утром, а ночью, когда уже у Мандельштамов собирались ложиться спать, явились ГПУшники с ордером на арест Осипа Эмилиевича. Я не могу отделаться от впечатления, что Мандельштам сам поторопил свою беду. Ночь обыска и увода Осипа Эмилиевича на Лубянку подробно описали Надежда Яковлевна в своей книге воспоминаний, а Анна Андреевна в листках из дневника. Я явилась в Нащекинске утром, вероятно, по вызову Нади и не застала уже Осипа Эмилиевича. Добавлю, что потом, когда Мандельштамы были переведены из Чердыни в Воронеж, в Нащекинский переулок пришел такой астрономический счет за телефонные переговоры, что Евгений Яковлевич много месяцев не мог разделаться с этим долгом. А долг лежал на Вере Яковлевне, на матери Надежды Евгении Яковлевичей, которая оставалась жить в этой квартире. Казалось бы, все бурные происшествия, связанные с арестом и высылкой Мандельштама, могли совершенно вытеснить всякую память о Марии Петровых. Даже не казалось бы, а действительно вытеснили. Анна Андреевна сообщает, и я это помню, так оно и было, что после его ареста она увидела Осипа Эмилиевича только в феврале 1936 года, когда поехала навестить его в Воронеже. Там, по ее словам, он рассказал ей все подробности своего дела и следствия, но Анна Андреевна о них никогда никому не рассказывала и не раскрыла в своих листках из дневника. После этого в течение всех довоенных лет, насколько я могла заметить, Анна Андреевна с Марией Сергеевной почти не встречались и, во всяком случае, упоминала о ней только с чужих слов. Например, что Маруся оказалась страстной и педантичной матерью, особенно когда кормила девочку. В эвакуации они оказались в разных городах, Анна Андреевна в Ташкенте, а Мария Сергеевна в Чистополе, но уже после войны у них возобновилась, а может быть, только началась тесная дружба. Маруся неизменно относилась к Анне Андреевне с преданной любовью, а для Ахматова она стала одним из самых дорогих ей друзей. Я сужу не только по моим личным многолетним впечатлениям, но и по редкой дарственной надписи 9 мая 1959 года, в которой Анна Андреевна называла ее светлым гостем моей жизни. Вопрос о поведении Маруси в год, предшествующий аресту Осипа Эмильевича, то есть 1934, естественно, отпал. Но неожиданно он возник уже в 50-х годах, в совершенно новой обстановке и в новой форме. Это самостоятельная проблема одного стихотворения Осипа Эмильевича, ставшего известным только тогда. «Черная свечка». Удивительный образ «Черной свечки» содержится в стихотворении «Твоим узким плечам под бичами краснеть». Эти стихи имеют свою особенную историю. По-видимому, Осип Эмильевич написал их уже в Воронеже, почти через год после того, как был туда переведен из Чердыни. К этому времени, в апреле 1935 года, в Воронеже появился высланный из Ленинграда молодой литературовед Сергей Борисович Рудаков. Надя, оставив его с Осипом Эмильевичем, уехала в Москву по делам. Оказавшись один и вместе с тем с новым собеседником, стимулирующим его к писанию стихов и к разговорам о поэзии, Мандельштам написал стихи, посвященные двум разным женщинам. Обе они потрясли его своей судьбой. Одна из них, Ольга Александровна Ваксель, как мы знаем, играла в 20-х годах большую роль в ленинградской жизни Надежды Яковлевны и Осипа Эмильевича. В 1935 году они получили запоздалое известие о ее смерти. Еще в 1932 году она покончила жизнь самоубийством в чужом городе, куда уехала из России, выйдя замуж за норвежца. Весть об ее трагической кончине потрясла обоих Мандельштамов. Надя узнала об этом в Москве, она горевала, вздыхала, но вспоминала ее эротически, приговаривая «Лютик, Лютик», она никому не умела отказать. А стихотворение Осипа Эмильевича к той же Ваксель «Возможно ли женщине мертвой хвала» пронизано глубоким чувством «Я тяжкую память твою берегу». В это же время Рудаков скопировал и послал в Ленинград, вложив письмо к своей жене, стихотворение, обращенное к другой женщине. Отсюда оно стало известно только в 50-х годах, когда Харджиев посетил вдову Рудакова, собирая материал для первого посмертного издания стихотворения Мандельштама. Трудно было понять, кому посвящены эти стихи. Об этом говорила и писала Надежда Яковлевна. Она приводила разумные доводы в пользу своей кандидатуры, но не могла отмахнуться и от не менее убедительных признаков какой-то другой женщины, за чью участь поэт боялся. И не только боялся, но чувствовал себя виноватым в ее возможной гибели. Об этом недвусмысленно говорят заключительные строки этого загадочного стихотворения. «Ну, а мне за тебя черной свечкой гореть, черной свечкой гореть и молиться не сметь». Надежда Яковлевна заканчивает свой этюд словами «Я не знаю, что о них думать, и это меня огорчает». Но после ее смерти, а также уже после смерти Марии Петровых в печати впервые появились документы, проливающие свет на происхождение этих стихов. Попытаемся в них разобраться. Это протокол и следствие 1934 года. Напомню, какие сведения мы получили от Нади, когда она вернулась тогда с Лубянки. Получалось, что на следствии Мандельштам видел свои сатирические стихи о Сталине, записанные кем-то. Ему показалось, что это почерк Марии Петровых. Между тем, он не назвал ее среди слушателей этих стихов. После первого допроса он вернулся в камеру, естественно, в чрезвычайном возбуждении и подавленности в одно и то же время. Я не представляю себе, чтобы его не стало мучить сомнения. Если у них есть уже запись этого стихотворения, сделанная рукой Марии Петровых, то как же он не указал на нее в числе слушателей? А ведь его ставка была на полную откровенность перед судьями. На следующем допросе он решил исправить свою ошибку. Не дожидаясь вопроса, он поспешил доложить следователю, что вот еще была такая-то Мария Сергеевна Петровых. По первоначальным рассказам Нади, услышав это имя, следователь усмехнулся. «А, театралочка». Больше ничего Осип Эмилевич как будто тогда не успел рассказать Наде. В действительности он не только произнес имя Петровых, но не скрыл, что она записала текст антисталинского стихотворения. Но, правда, добавил он, обещала сразу сжечь эту запись. Вот с такими откровениями Осип Эмилевич и наивный, и хитрый, и благородный, и предатель предстал перед следствием. Мадельштам сам понимал, как далек он был в этом положении от доблестной стойкости оппозиционера. Судя по копии, сделанной Рудаковым в Воронеже, Осип Эмилевич оценил свое поведение в басне, сочиненной по дороге в Чердынь, то есть через пять дней после выхода в Слубянке. Один Портной с хорошей головой приговорен был к высшей мере. И что ж, Портновской, следуя манере, с себя он мерку снял и до сих пор живой. Но основной расчет на оправдание или на облегчение участи Мадельштама был именно в том, что крамольное стихотворение никто не записал. И назвать единственного человека, который его записывал, это значило подвергнуть его более строгой статье обвинения — распространение контрреволюционного материала, и это, вероятно, терзало совесть Мадельштама. Стихотворение о черной свечке — это оправдание или раскаяние. Оно лишено всякой эротики, обращено к любимой женщине. Такое прямое высказывание мы встречаем в лирике Мадельштама лишь один единственный раз. Не уверена, что Наде было известно о дополнительном характере указания Мадельштама на Марусю. Не зная или забыв об этом обстоятельстве, Надя была в лихорадочной тревоге по другой причине. Ее беспокоило, почему в Саматихе арестовали одного Осипа Эмильевича, они взяли вместе с ним и ее. Ей казалось, да, собственно, она мне об этом неоднократно говорила, вернее, не могла молчать о мучившей ее неуверенности, почему вообще в 1938 году произошел неожиданный арест поэта Мадельштама. Об этом Надя говорила мне без обиняков. В Саматихе они вовлекли в свои эротические игры одну особу из отдыхающих, оказавшуюся членом райкома партии. Во второй книге это происшествие так затуманено, что не видно главной причины — страха Надежды Яковлевны. Не послужил ли этот эпизод материалом для прямого доноса на Мадельштама? Эта тревога нашла свое отражение в ее письме к Берии, написанном 19 января 1939 года, когда Мадельштама уже не было в живых, но Надя об этом еще не знала. Отчаянно это письмо находится на грани между героическим, хотя и запоздалым желанием погибнуть вслед за Мадельштамом, и страхом попасть к ним в лапы так мелко и неблаговидно для ее дальнейшей жизни пламенной антисоветчицей. Прочтем это письмо. Москва, 19 января 1939 года. Уважаемый товарищ Берия, в мае 1938 года был арестован поэт Осип Эмильевич Мадельштам. Из его письма мне известно, что он осужден ОСО на пять лет свитл за КРД. В прошлом у Мадельштама имеется судимость по 58 статье за контрреволюционные стихи. Вторичный арест 1938 года явился полной неожиданностью. К этому времени Мадельштам закончил книгу стихов «Вопрос опечатания», который неоднократно ставился ССП. «Мы скорее могли ожидать его полного восстановления и возвращения к открытой литературной деятельности, чем ареста. Мне неясно, каким образом велось следствие о контрреволюционной деятельности Мадельштама, если я, вследствие его болезни в течение ряда лет не отходившей от него ни на шаг, не была привлечена к этому следствию в качестве соучастницы или хотя бы свидетельницы. Прибавлю, что во время первого ареста в 1934 году Мадельштам болел острым психозом, причем следствие и ссылка развернулись во время болезни. К моменту второго ареста Мадельштам был тяжело болен физически и психически неустойчив. Я прошу вас, первое, содействовать пересмотру дела Осипа Эмильевича Мадельштама и выяснить, достаточно ли были основания для ареста и ссылки. Второе. Проверить психическое здоровье Осипа Эмильевича Мадельштама и выяснить, закономерно ли в этом смысле была его ссылка. Третье. Наконец, проверить, не было ли чьей-нибудь личной заинтересованности в этой ссылке. И еще. Выяснить не юридически, а скорее моральный вопрос. Достаточно ли было оснований у НКВД, чтобы уничтожать поэта и мастера в период его активной и дружественной поэтической деятельности. Надежда Мадельштам. Улица Фурманова, номер 3, дробь 5, квартира 26, телефон Г-6-46-67. Весь тон этого послания показывает не только крайнюю степень отчаяния Надежды Яковлевны, но и потерю ориентации в новой обстановке 1937 года. Требовательный стиль ее обращения уже не мог оказать такого же воздействия на власть, как это было в 1934 году перед первым съездом писателей, влиявшим на оппозицию не только Бухарина, но и самого Сталина. На полную растерянность Нади указывают многочисленные оговорки, не имеющие никакого влияния на новую администрацию. Например, претензия за неожиданность ареста поэта в период его активной и лояльной деятельности. Мы скорее могли ожидать его полного восстановления и возвращения к открытой литературной деятельности, чем ареста. Выговаривает она Берии, это мы, очень характерно. Она забывает о том, что поэт Мандельштам совершенно самостоятельная творческая единица. Все ее письмо продиктовано стремлением разделить судьбу мужа и подчеркнуть свою солидарность с новым направлением поэтической работы Мандельштама, в которой он заявляет о себе как о лояльном законопослушнике. Ее участие и влияние в этом новом направлении его деятельности особенно подчеркивается, если вспомнить, как двумя годами ранее она сопротивлялась стихам Осипа Эмилевича о Чапаеве. Тогда она орвала черновики двух стихотворений, в которых слышался энтузиазм, да, энтузиазм художника, увидевшего, как впервые, звуковое кино, вырвавшегося из тюрьмы и вдыхающего необычный аромат сибирской природы, тайги и прочих признаков этого края, и, что самое главное, его борение, колебания и израненность его сознания из-за того, что он проявил себя противником огромного подъема, которым удалось заразить поэта режиссером Васильевым в кинокартине Чапаев. Если одно из стихотворений Мадельштама «День стоял о пяти головах», более сложное кончается утонуть и вскочить на коня своего, то первое, более личное, от сырой простыни говорящее не может не тронуть современника такими словами. Захлебнулась винтовка Чапаева. Помоги, раздели, развяжи. Имеется в виду, советские люди 20-30-х годов, не желавшие реставрации сквернутого трехсотлетнего царского режима. Подавляющее большинство из них было низкого происхождения, то есть люди с урезанными правами при монархии либо по социальному, либо по национальному признаку. Этого трагического противоречия общественного сознания советского человека Надежда Яковлевна не желала понимать, не хотела принять и своей рукой жгла черновики Чапаевских стихотворений Мандельштама. Но Ода Сталину и совершенно верноподданические стихи последнего года, адресованные Лиле Яхонтовой, как и все отступления Мандельштама в легальную жизнедеятельность, вернее его желание вступить в легальную жизнедеятельность, были хорошо известны Наде, и, может быть, даже ею инспирированы в 1937 году. О потере ориентации говорит, например, ее безумное требование инсценировки Осипом сердечного приступа, чтобы избежать высылки из Москвы. В инсценировке должна была по ее распоряжению принять активное участие и я, от чего я отказалась. Шел 1937 год, уже были арестованы Нарбут, Клычков, Бен Лившиц, Клюев, но Надя продолжала надеяться, что мои демонстративные вопли на улице произведут отрезвляющее впечатление на ГПУшников, особенно еще потому, что я не умела действовать так агрессивно в столь чуждом мне обществе. С этого начинаются все ее последующие заблуждения во время долгого периода восстановления ею авторитета Осипа Мандельштама как поэта и общественного деятеля. Она настолько забыла о разнице между собой и поэтом, что однажды, уже в 50-х или 60-х годах, бросила нелепую фразу в споре с Анной Андреевной и со мной о знакомстве Мандельштама с теорией относительности Эйнштейна. Вопреки истине, ведь Осип Эмилич в статьях начала 20-х годов неоднократно упоминал Эйнштейна, она уверяла, что он никогда о нем ничего не слышал и подтвердила свое заявление таким комическим заявлением. Я же лучше знаю, что я давала ему читать. Ей казалось, что его прижизненная посмертная судьба целиком в ее руках. Отсюда требовательный тон в письме к Берии с предложением о своем аресте. Этот странный выпад я могу объяснить только завуалированными опасениями, не был ли арест Мандельштама вызван доносом вышеуказанной сексуальной компаньонши в один злополучный вечер в Саматихе. Такой же подтекст мне слышится в ее вопросе, не было ли чей-нибудь личной заинтересованности в этой ссылке? Во всем этом чередовании событий, имеющим свою ясную логику, остается неразъясненным одно обстоятельство. Каким образом Мандельштамы, освободившись из трехлетней воронежской высылки, вернулись в Москву, не зная о запрещении поэту въезда в обе столицы и еще, кажется, в 12 крупнейших городов Советского Союза? Их поступки и претензии укрепляют убеждения, что такого распоряжения они, уезжая из Воронежа, не получили. Как это могло случиться? Возникает мысль, что Мандельштам не подлежал закону, по которому репрессированные определенные категории были лишены права прописки в указанных городах. И только после того, как Осип Эмилевич и Надежда Яковлевна, заблудившись в современной обстановке большого террора, настойчиво стучались в официальные литературные организации, они навели ужас на братьев-писателей. Вряд ли кто-нибудь из них знал текст стихотворения «Мы живем под собою, не чуя страны». Но что это было антисталинское, резкое стихотворение, они не могли не знать, об этом слух до них дошел. В кровавой суматохе 1937 года они терялись. Как обращаться с автором такого стихотворения, помилованным в 1934 году, но может быть уже обреченным в 1937-м. Теперь мы знаем, что эти опасения вылились в самоуверенное письмо Павленко к генеральному секретарю Союза писателей Ставскому, который осторожно обратился к Ежову. Кто в конце концов дал сигнал к аресту Мандельштама, остается неизвестным. Но весь этот последний год жизни Осипа Мандельштама нельзя воспринимать иначе как одну сплошную агонию. Игра в смерть. Документы следственного дела Мандельштама проливают свет не только на стихотворение о черной свечке, но и на мастерицу виноватых взоров. Центральное произведение Мандельштама, посвященное той же Марии Петровых. Оно написано не после ареста и высылки, а до событий. Тем не менее, на последнюю страфу этого стихотворения падает тень от узлового перелома в судьбе Мандельштама. «Ты, Мария, гибнущим подмога! Надо смерть предупредить, уснуть! Я стою у твердого порога!» Напрашивается примитивное толкование. Если автор ищет защиты от неминуемой гибели, значит, речь идет о его предвидении близкой казни. Когда он писал свое антисталинское стихотворение, он был готов к расстрелу. Я, как первая слушательница этих его стихов, помню его горделивые слова об этом. Теперь он искал прибежище в женской любви. Однако мы узнали из материала вследствие, что именно Мария Сергеевна Петровых не могла служить для него защитой от политического возмездия. Если Осип Эмильевич доверил ей текст этого опасного стихотворения, если она его записала и даже вошла с ним в соглашение об уничтожении этого списка, то по ГПУшной логике они действовали как заговорщики. В таком случае, от чего или от кого он бежал? Ответ на это можно прощупать в следующей строфе. Ее правильно, на мой взгляд, истолковала филолог-античник Софья Викторовна Полякова. Напомню эту строфу. «Не серчай, турчанка, дорогая, я с тобой в глухой мешок зашьюсь, Твои речи темные глотая, За тебя кривой воды напьюсь». Глухой мешок — это по преданию форма казни неверных жен в Турции, причем в мешок зашивали и бросали в море не только изменницу, но и ее соблазнителя. Софья Викторовна очень удачно приводит строфу из стихотворения Гумилева «Константинополь». Как много-много в глухих заливах лежит любовников других, сплетенных, томных и молчаливых. В образе кривой воды прочитывается ясная мысль — это обман, измена жене. Возникает вопрос, почему прибежище от смерти Осип Эмилич ищет не у преданной ему жены, а у чужой женщины. На первый взгляд это объясняется примитивно. Он отворачивается от жены под влиянием влюбленности в другую. Но дело в том, что новая желанная женщина не обладает ни добротой, ни особой чуткостью, ни преданностью герою стихотворения. Мандельштам пишет ее портрет негативными чертами. У нее напрасный влажный блеск зрачков. Истеричка. Анна Андреевна выражалась изысканнее, нервно задавая мне вопрос, что ж, она сирена? Она мастерица опускать глаза. Кокетка? У нее жалкий полумесяц губ. Она гаремная женщина, вызывающая грубое мужское желание. Янычар, насильник, солдат турецкой пехоты, составляемый из беглых русских и разных пленных. Вспомним портреты других женщин, в которых влюблялся Мандельштам, они очень точные и всегда проницательны. Он умел рисовать и внутренний, и внешний образ женщины, именно как художник, а вовсе не как влюбленный, потерявший голубу. Арбенина, он посвятил ей целый цикл важнейших и глубоких стихотворений. В одном из них дается ее житейский портрет. Перед читателем предстает образ легкомысленной молодой актрисы, которая все толкует на обум, как нарочно создана для комедийной перебранки. В ней все дразнит, все поет, как итальянская рулада. В то время как другая его возлюбленная говорила наугад ни к чему и не в попад, неожиданной улыбкой обнаруживая неуклюжую красоту дичка и медвежонка. И, наконец, четыре бесспорных портрета Надежды Яковлевны. Один поздний — твой зрачок в небесной корке. Другой, хоть и поздний, но обращенный в прошлое, как по улицам Киева-Вия. И два ранних, условно говоря, относящихся к медовому месяцу их отношений, на каменных отрогах «Пери» — 1919. И «Вернись в смесительное лона» — 1920. В первом внешний облик Надежды Яковлевны легко узнаваем в пяти-шести стихах первой страфы «И холодком повеяло высоким от выпукла девического лба». Но еще сильнее зависимость ее внешности от древнегреческой поэзии сквозит в третьей страфе, где, уподобляя ее черепахе Лире, Мандельштам одухотворяет ее подлинный физический облик. Здесь победоносно торжествует культуродство, о котором я уже говорила. Едва-едва беспалая ползет, обыгрывается походка отчаянно кривоногой Нади. А от позы лежит себе на солнышке Эпира, тихонько грея золотой живот, веет беспечностью золотого века. Вся эта третья страфа поражает прозрачным видением художника. Не было ли чего-либо в отношениях поэта с женой, что заставляло бы его замыкаться в себе, отчуждаться от нее? Было, конечно. Надежда Мандельштам сама говорит об этом множество раз во второй книге. Но там это сделано наметанной рукой, окружившей поразительные признания риторикой и хорошо рассчитанным на эффект горьким юмором. Верная своему новому идеалу римлянке, Надя еще при жизни Осипа Эмилевича взяла за образец одну из героинь Тацета, Арию, жену приговоренного к смерти консула Цезины Пета. Она призывала его к совместному самоубийству и, желая его подбодрить, первая поразила себя мечом, вытащив из раны, подала меч мужу со знаменитыми словами «Не больно, Петт». Приведем на выбор некоторые призывы Нади к общей смерти из второй книги. Заметив мой остекленевший взгляд, когда он заговаривал о будущем Мандельштам, смеялся и утешал меня. «Не торопись, что будет, то будет, мы еще живы, не поддавайся». Я нередко в разные невыносимые периоды нашей жизни предлагала Осипу Мандельштаму вместе покончить с собой. У Мандельштама мои слова всегда вызывали резкий отпор. Основной его довод — «Откуда ты знаешь, что будет потом?» «Жизнь — это дар, от которого никто не смеет отказываться». Чаще всего он отшучивался. Покончить с собой — невозможно. Что скажет Овербах? Ведь это был бы положительный литературный факт. И еще — не могу жить с профессиональной самоубийцей. По дороге в чердынь он боялся расстрела. И тут я ему сказала, ну и хорошо, что расстреляют. Избавят от самоубийства. А он уже больной, в бреду, одержимый одной властной идеей, вдруг рассмеялся. А ты опять за свое. С тех пор жизнь складывалась так, что эта тема возвращалась неоднократно. Но Осип Мандельштам говорил, погоди, еще не сейчас. Посмотрим. К счастью, я довольно скоро узнала про смерть Мандельштама и задумалась, куда бы мне приткнуться. Мне легче понять торжество смерти, которое ощущал Мандельштам, чем ее трагичность. Мандельштам передышки не получил, но зато его спасла смерть. Такая смерть-избавительница действительно в сто раз окрыленнее всего, к чему мы стремимся в жизни. Я жду своей, как лучшего друга. Все сделано. Я к ней готова. Отношение Нади к смерти в последние годы бедственной жизни Мандельштама отражено во второй книге отчасти стилизованно, но в некоторых письмах оно проступает во всей своей суровой наготе. Я имею в виду обнаружение Николаем Ивановичем Харджиевым уже в 50-х годах одного примечательного описания Сергеем Рудаковым психического состояния Осипа Эмилевича в Воронеже. 2 августа 1935 года описан приступ отчаяния Мандельштама из-за неудачи с очерком о совхозах, приведшей поэта к чувству тупика. Исповедальная, нервная речь Мандельштама обрамлена записью такого высказывания Надежды Яковлевны. «Ося цепляется за все, чтобы жить. Я думала, что выйдет проза, но приспосабляться он не умеет. Я за то, чтобы помирать». Такое прямое и грубое высказывание испугало Надю. Она нервно написала на полях Харджиевской копии «Вранье». Отсюда и произошли все ложные обвинения, обрушенные на Рудакова Надежды Яковлевны и вслед за ней Анной Андреевной. Надя, впадавшая в отчаяние из-за невносимой тяжести их жизни, проговаривалась. Так в одном неотправленном письме к врачам Литфонда она истерически восклицает. «Поместить Мандельштама вместо санатория, который ему нужен, в психиатрическую клинику, это значит его убить». Но другого выхода, очевидно, нет. Копия Рудакова. Другое неотправленное письмо к Мандельштаму в лагерь Надежда Яковлевна сама напечатала в той же второй книге, стилизовав его, но не сумев спрятать мысль о его смерти, ставшую ее навязчивой идеей. До сих пор мы основывались только на словах Надежды Яковлевны об Осипе Эмильевиче. Не найдем ли мы отклика на эту тяжелую проблему в его стихах, остановимся пока на одном. Речь идет о стихотворении «Нет, не спрятаться мне от великой муры». Оно написано в 1931 году, то есть задолго до антисталинской сатиры. Перечтем его текст полностью. «Нет, не спрятаться мне от великой муры, за извозчичью спину Москвы. Я трамвайная вишенка страшной поры, и не знаю, зачем я живу. Мы с тобой поедем на А и на Б, посмотреть, кто скорее умрет. А она то сжимается, как воробей, то растет, как воздушный пирог. Едва успевает грозить из угла. Ты как хочешь, а я не рискну. У кого под перчаткой не хватит тепла, чтоб объехать всю курбу Москву». В печати оно сопровождается реальным комментарием Надежды Мандельштам. Бездомное положение заставило их однажды разделиться. Осип Эмильевич поехал ночевать к своему брату на площадь Нагина, а Надежда Яковлевна к своему, на Страстной бульвар. Путь к ним лежал по разным трамвайным маршрутам. Поэт дает исторический образ тогдашней Москвы, затерянное положение в ней современника. С удивительным мастерством Мандельштам объединяет этот общий взгляд на значение Москвы с визуальным впечатлением от конкретной поездки по улицам города. Тут так и чувствуется, как рельсы влекут вагон в узкий переулок. А она то сжимается, как воробей. Как открывается простор большой площади, то растет, как воздушный пирог. Когда Москва едва успевает грозить из угла, мелькая перед глазами пассажиров. Среди исследователей часто затевался спор, что значит трамвайная вишенка и при этом страшной поры. Да ничего она не значит, кроме того, что видел тогдашний москвич каждый день на улицах своего города. Полный вагон трамвая, обвешанный людьми, держащимися за поручни и висящими на ступеньках вагона, как гроздья. Именно вишню обычно срывают с дерева не по одной ягоде, а вместе с ветками. А что такое Москва страшной поры, это хорошо знали Мандельштамы, что отражено во многих стихах Осипа Эмильевича того времени, к которому так подходит название Великой Муры. Между тем, главной пружиной в этом стихотворении служит и очень явственно звучит зловещий внутренний спор, который давно уже ведется Осипом Эмильевичем с Надеждой Яковлевной, кто скорее умрет. Мы имеем основание услышать в черновой редакции голос храбрящейся Надежды Яковлевны «Ты как хочешь, а я не боюсь», а в беловой «Ты как хочешь, а я не рискну». Голос жизнелюбивого Осипа Эмильевича. Даже в первые годы их совместной жизни в Ленинграде Надя признается, что неудача в живописи давала ей право на самоубийство. Я была уверена в своем праве на уход из жизни, если она мне не улыбнется. А Мандельштам это право начисто отрицал, пишет она. Под спудным отталкиванием от Нади в главном вопросе о жизни и смерти пронизаны все стихи тридцатых годов. Защитным движением наполненной стихотворения «Петербург» «Я еще не хочу умирать». И неизвестной Наде в ту пору отрывок «Помоги Господь эту жизнь прожить». Особенно его вторая строка «Я за жизнью боюсь, за твою рабу». Перекликающаяся с его репликой в споре двадцатых годов с Надей «Жизнь — это дар, от которого никто не смеет отказываться». Испуганный орел В ряду стихотворений, в которых живет завуалированный образ Нади, особой сложностью отмечено уже упомянутое мною стихотворение об инцесте библейского лота со своими двумя дочерьми «Вернись в смесительное лоно». Надежда Яковлевна в своем позднем комментарии, признавая себя в одной из дочерей кровосмесительниц, называет его жестким и странным. С этим можно согласиться, но целиком ее трактовка не выдерживает критики. Она отталкивается от заключительных строк «Нет, ты полюбишь Иудея, исчезнешь в нем, и Бог с тобой». Спор с ней может разрешить знакомство с подробностями биографии обоих Мандельштама. Надя придает главенствующее значение тому, что она единственная еврейка в донжуанском списке Осипа Эмильевича. Поэтому он остро почувствовал свое еврейство. Наоборот, скажу я, влюбляясь в христианок разных национальностей, он мог острее почувствовать себя евреем, будучи традиционным отщепенцем. Евреев же он ощущал как одну семью, отсюда тема кровосмесительства, продолжает Надя. Такая софистика приводит к абсурду. Евреи известны своей семейственностью. Что же, они все вышли из смесительного лона? Тогда появилась бы проблема вырождения целого народа. А легенда о Лоте, напротив, так высоко держит знамя рода, что для спасения этого принципа прощает дочерям праведника даже инцест. Они жертвы высокого долга, а не клятва преступницы. Далее. Надежда Яковлевна попеняла поэту за то, что он перепутал две библейские легенды, назвав безымянную дочь Лота именем нелюбимой жены Иакова Лии. Возражаю. Мондельштам никого ни с кем не спутал. Опираюсь на его высказывание о композиции египетской марки. Я мыслю опущенными звеньями. Так он объяснил мне непонятность этой повести. Мондельштам не терпел описательной поэзии. Он брал отдельные признаки сегодняшнего дня, того, что он видел и впитывал в себя в данное время. И тут же, с летучей стремительностью к гениальной мысли, обобщал их в самостоятельные сюжеты, рисующие мир по-новому. В бурный период гражданской войны Мондельштам жил чрезвычайно интенсивно. Много ездил по разным городам. Дважды был арестован тайной полицией, разной политической ориентации, прожил лето в Киеве в 1919 году, где встретился с Надеждой Яковлевной и сблизился с ней. Тем не менее, они расстались в сентябре. Он уехал в Крым и только 5 декабря 1919 года вспомнил о ней, понял, как она ему нужна, почувствовал, что его связь с ней не только любовь, но и какое-то родство. Конечно, была такая область, которая оставалась ей еще недоступной. Его творчество но он был так экспрессивен, что нуждался в друге и собеседнике каждую минуту. Он называет ее в этом письме сестрой, дочкой, деткой и другом. За что-то просит его извинить, прости мне мою слабость и признается, не могу себе простить, что уехал без тебя. После такого умиленного и нежного письма можно было бы сразу съехаться и остаться навсегда вместе, но очередная смена власти на Украине отрезает путь в Киев. Модельштамм очутился в Петрограде. Здесь он много выступает, получает признание, успех. В конце октября 1920 года знакомится с Ольгой Николаевной Арбениной, встречи их продолжались около трех месяцев. Страсть к Арбениной породила целый цикл первоклассных стихотворений Модельштама. Стихи, написанные в том же 1920 году о Лоте и его дочерях, очевидно, вышли из размышлений поэта о своей сокровенной жизни. Он воспринимал Арбенину в обличии мифической Елены Троянской. Ее соблазнительный образ составляет центр гениального коня из Арбенинского цикла. Эта страсть разъединила его с Надей. Недаром в возобновившейся в 1921 году переписке с будущей женой он обращается к ней уже на «вы». Иными словами, все надо было начинать сначала. В своих воспоминаниях Арбенин рассказывает, наша дружба с Мандельштамом дотянулась до января 1921 года. Я потом встречалась изредка с М. и его женой у Лившицев. Мы говорили не без смущения. Это беглое замечание показывает, что стихотворение о дочерях Лота имеет мало отношения к Библии, но несет в себе важное автобиографическое признание. Если вспомнить, что биографический мотив держит всю структуру в стихотворении «Как по улицам Киева Вия», для нас многое прояснится в истории жизни и гибели Осипа Эмилевича Мандельштама. Когда в стихах о Киеве Вии говорится «Не знаю, чья жинка», мы догадываемся, что речь идет о бывшем и новом возлюбленных мужественной скиталице по городу. Позволим себе допустить, что ее бывший муж не был евреем, и тогда мы получим «Вернись в смесительное лоно, откуда Лия ты пришла, за то, что солнцу и Леона ты желтый сумрак предпочла. И роковая перемена, и любовь к Иудею, и главное, ты будешь Лия, не Елена» — все это отражает подлинное соотношение сил в браке Мандельштамов. У них была не страсть, а что-то другое, не менее сильное, ощущение полной раскованности. Тот же процесс мы наблюдаем в стихотворении «Я с дымящей лучиной» вхожу. Его толкуют обычно однозначно, позволяя себе даже печатать его под заглавием «Неправда», впервые помещенное так в малоавторитетном мюнхенском альманахе мосты. Комментаторы при этом игнорируют основное свойство мандельштамовского слова, толкуя его как аллегорию, обязательно политическую и обязательно антисталинскую «Якобы», как утверждает Надежда Яковлевна. Сталина в народе называли шестипалым, то есть колдуном или сатаной. Но слово мандельштама многослойно несет в себе несколько смыслов. Из них самый тайный часто оставался не совсем ясным ему самому. Вот почему Осип Эмилевич мог в письмах к Наде быть нежным и заботливым до неправдоподобия, смотря Ахматову, а в стихах называть ее с резкой грубостью. Это вмурованный на самое дно многоэтажного слоя поэта подспудный смысл его отношений с Надей, ворвавшийся в его поэзию помимо его воли. Недаром еще в 1912 году Мандельштам писал в рецензии на сборник стихов Эренбурга о дуванчике «Истинное поэтическое целомудрие делает ненужным стыдливое отношение к собственной душе». Об особом таланте Нади вызывать собеседника на доверительную откровенность вспоминал в конце своей жизни филолог и писатель Эдуард Григорьевич Бабаев. Его молодость прошла в Ташкенте, куда приехала во время войны уже овдовевшая Надежда Яковлевна Мандельштам. Он сразу подпал под ее всепоглощающее влияние. Процесс овладения ее душами молодых он обозначил словом «спираль» и описывал этот прием так. Вначале она снимала один еще поверхностный слой сомнений, стесняющих поведение мальчика. постепенно она повышала свой интерес к нему, а под конец угадывала самую болезненную точку в его самосознании и с легкостью ее снимала оброненным якобы вскользь освобождающим словом. Это было уже не сочувственное понимание, а настоящим отпущением грехов. Вот что создавало необыкновенную легкость в общении с ней. В таких играх протекала вся вторая половина ее жизни. Но не так это было просто, когда она жила рядом с гениальным поэтом. Разобраться в этой сложности нам поможет внимательное перечитывание стихотворения «Я с дымящей лучиной вхожу». Я с дымящей лучиной вхожу К шестипалы неправде в избу Дай-ка я на тебя погляжу Ведь лежать мне в сосновом гробу А она мне соленых грибков вынимает в горшке из-под нар Она из ребячих пупков подает мне горячий отвар Захочу говорить дам еще Ну а я не дышу сам не рад Шасть к порогу Куда там в плечо Уцепилась и тащит назад Вож да глуш у нее Тишь да мша Полуспаренка Полутюрьма Ничего Хороша Хороша Я и сам ведь такой же Кума Оно принадлежит к так называемому волчьему циклу 30-32 годов Но несмотря на промелькнувшую в черновиках к задремучую доблесть грядущих веков метафору шестипалая неправда Оно вводит в этот цикл совсем не свойственный ему мотив покаяния вины В чем вины Кому он изменил Цикл открывается стихотворением Я вернулся в мой город знакомый до слез Как мы помним это борьба с угрозой смерти Свидетелем рождения этого стихотворения и первым его слушателем оказался Борис Сергеевич Кузин Он воочию видел на какой черной лестнице жил в эти дни в Ленинграде Мандельштам В полутемной комнате старшей сестры Нади которую приютил и прописал в своей квартире родной дядя Хазиных Оно напечатано в декабре 30-го года Но Кузин нечаянно охарактеризовал это мрачное жилье словами стихотворения написанного уже в Москве через пять месяцев после Ленинграда и все-таки там появляется полуспаленка полутюрьма и главное сосновый гроб В то время как во всех остальных стихах из волчьего цикла звучит один и тот же мотив душно и все-таки до смерти хочется жить Не волк я по крови своей Заря над острогом Держу пари что я еще не умер и прочее Но откуда это ужасное признание Я и сам ведь такой же Кто это его любимая подруга которую он называет Кумой В чем тут дело А дело в том что оставшись предоставленной себе после смерти Осипа Емельевича Надежда Яковлевна стала предъявлять ко всем претензии торгуясь из-за каждой мелочи Она обижена почему Ахматова не ставит в поэме без героя дату смерти Мандельштама А вместо этого говорит о самоубийстве какого-то князева Она начала ссориться с Корджиевым из-за того что он опытный и чуткий текстолог исправил три ошибки в ее списках И она уверяла что в интимной жизни Мандельштам всецело зависел от нее Но если мы будем судить о поэте по книгам его вдовы вместо того чтобы судить о его жизни по его книгам и высказываниям мы никогда не доберемся до истины А дело в том что в первые годы их союза Осип Эмильевич при технической помощи Наде отдался вдохновенной работе над лирической прозой Этот период поломался вторжением Адюльтера в их супружескую жизнь Она почему-то собиралась уходить от Мандельштама к художнику Те А Осип Эмильевич занялся паденной литературной работой У Мандельштама было в молодости достаточно аномалий о чем свидетельствуют его намекающие прямые разговоры со мной уже в 30-х годах Но в первые годы его гражданского брака с Надей у обоих был самый банальный Адюльтер Она собиралась уходить от Мандельштама к художнику Те А Осип Эмильевич сменил период вдохновенной работы с технической помощью Наде на жадное зарабатывание денег паденной литературной работой На эти деньги он выплачивал какие-то моральные долги Наде А главное снимал номер в гостинице где и встречался с Ваксель прозванный Лютиком Роман был в таком разгаре что мать Лютика чувствовала себя вправе требовать от Осипа Эмильевича чтобы он вез ее дочь куда-то на юг в санаторию Но когда в эту связь вклинилась Надежда Яковлевна со своим бисексуализмом она и превратилась из дочки и ласточки в куму Кстати поэт иногда и сам не знал откуда появлялся в его стихах тот или иной образ Способность видеть вдаль другими словами прорицательные силы гения проявилась у Мандерштама в ранней молодости Ему было двадцать лет когда он постиг свою судьбу до самого конца Имея в виду стихотворение об испуганном орле лучшее из трех смотри Раковина 1911 год и Автопортрет 1914 год развивающих единую тему драматичного раздвоения высокого почти космического духа и хилой плоти В самом себе как змей таясь вокруг себя как плющ виясь я подымаюсь над собою себя хочу к себе лечу крылами темными плещу расширенными над водою и как испуганный орел вернувшись больше не нашел гнезда сорвавшегося в бездну омоюсь молнией огнем и заклиная тяжкий гром в холодном облаке исчезну то ли Мандельштам устрашился выявить свою слабость то ли не оценил масштаб этого стихотворения но в свой первый сборник камень он его не поместил в этом стихотворении притаились два классических образца испуганная орлица из пушкинского пророка и тютчевский камень сброшенный с горной вершины в долину пусть таинственной рукой но наставлен на земле как оплот Мандельштам не подражатель и не отголосок он работал с сравнениями а не подобиями отталкиваниями а не слияниями сходная тема раздвоенности поэта находит у него иное разрешение чем в классической поэзии века он воплощение непрекаянности в миру и плещущего крыла в неведомом космосе в его лице эти противоположности выявились особенно рельефно но ведь он не один такой мы найдем в поэтах так называемого серебряного века несколько носителей высокого духа и низменных страстей но об этом надо говорить подробнее приводя иногда неожиданные но точные примеры молодой Мандельштам сквозь разную оптику в позднейших заметках Ахматова ограничилась припоминанием отдельных черт его характера описанием разрозненных эпизодов и сообщением некоторых фактов из биографии поэта между тем такое уникальное явление как молодой Мандельштам предстает перед нами со всей живостью с мемуарных страниц других авторов среди них выделяются удивительные записки Николая Николаевича Пунина в главах посвященных царско-сельской и петербургской жизни десятых годов будущий муж Ахматовой уделил целую страницу Мандельштаму приводим ее целиком В цехе я познакомился с Осипом Мандельштамом одним из лучших поэтов моего поколения Это тоже было существо более совершенное чем люди Он слушал собеседника опустив длинные ресницы своих глаз так как будто прислушивался не к словам а к тому что было скрыто за словами говорившего Может быть поэтому его реплики так часто были неожиданны и он произносил их с оттенком какого-то недоумения как будто спрашивал то ли он услышал разговор с ним даже людей посредственных очень часто превращался в какую-то импровизацию в особом если можно так выразиться душевном пространстве остроумный но без всякой остроты находчивый даже дерзкий но с какой-то деликатной осторожностью Мандельштам бросал вызов собеседнику и сам же его ловил но уже с другого конца как будто во время разговора он перебегал с места на место он был некрасив но обаятелен и прелестный особенно когда он жмурил глаза и склонял голову на бок наподобие какой-то птицы впоследствии мне часто приходилось присутствовать при разговоре Мандельштама с Ахматовой это было блестящее собеседование вызывавшее во мне восхищение и зависть они могли говорить часами может быть даже не говорили ничего замечательного но это была подлинно поэтическая игра в таких напряжениях которые мне были совершенно недоступны почему-то все более или менее близко знавшие Мандельштама звали его Оськой а между тем он был обидчив и торжественен торжественность пожалуй была самой характерной чертой его духовного строя этот маленький ликующий еврей был величествен как фуга сходный образ поэта рисует в своем дневнике молодой литератор Павел Николаевич Лукницкий собиравший под эгидой Ахматовой материалы для биографии казненного Гумилева он встретился с Мандельштамами в 1926 году в царском вернее детском селе где Осип Эмильевич жил с женой в пансионе туда же приехала для лечения Анна Андреевна там ее навестил Лукницкий несколько раз в день она выходила вместе с Надеждой Яковлевной чтобы подышать чистым воздухом я остаюсь с Осипом Эмильевичем записывать Лукницкий он вдавливается как птенец в глубокий диван в следующем эпизоде Лукницкий с еще большей живостью воспроизводит своеобразный облик Мандельштама возвращаясь с веранды Анна Андреевна и Надежда Яковлевна застают нас за таким занятием Я читал из своего литературного дневника выдержки касающиеся разговора Осипа Эмильевича с Евгением Ивановичем Замятиным у ворот всемирной литературы а Осип Эмильевич громко смеялся причем весь вид его совпадал с видом птенца высунувшего из гнезда голову и до глубины своей души счастливого Решительно диван противоречит стилю Осипа Эмильевича ему нужно всегда сидеть выпрямившись и так чтобы не было сзади тяжелого фона мешающего впечатлению производимому быстрыми поворотами его высоко закинутой головы не только пластика но и беседа с Мандельштамом была неповторима это видно не только из блестящего описания Пунина но и из переданного Лукницким рассказа Осипа Эмильевича о Гумилеве у обоих поэтов естественно был свой особенный разговор подобный общению Мандельштама с Ахматовой Гумилев например говорил у тебя Осип пафос ласковости тут же Мандельштам спрашивает Лукницкого понятно это или нет неужели понятно даже страшно рассказ Лукницкого можно дополнить одной репликой Гумилева слышанной мной в передаче Анны Андреевны она относится к тому короткому периоду когда Осип Эмильевич часто встречался с Георгием Ивановым по-видимому младший поэт пытался обратить Мандельштама в свою гомосексуальную веру но Гумилев говорил Осип это не для тебя крайне интересен отзыв самого Мандельштама о Гумилеве по поводу странного признания Николая Степановича я трус Анна Андреевна тут же вмешалась в беседу Мандельштама с Лукницким в сущности это высшее кокетство но Мандельштам продолжает записывать Лукницкий дает другое объяснение Николай Степанович говорил о физической храбрости он говорил о том что иногда самые храбрые люди по характеру по душевному складу бывают лишены физической храбрости например во время разведки валится седла человек заведомо благородный который до конца пройдет и все что нужно сделает но все-таки будет бледнеть будет трястись чуть не падать с седла мне думается что он был наделен физической храбростью я думаю но может быть это было не до конца может быть это темное место потому что слишком уж он горячо говорил об этом может быть он сомневался Лукницкий уступал Пунину в литературном таланте но записывал точно и умело его рассказ легко ложиться рядом с тонким Пунинским портретом Мандельштама не мешает он также образу трагизма воплощенному в стихотворении Ахматовой но резким диссонансом звучат ее листки из дневника там нарисован слишком уж поверхностный портрет двадцатилетнего Мандельштама тогда он был худощавым мальчиком с ландышем в петлице с высоко закинутой головой с ресницами в полщеки может быть эта банальность объясняется тем что листки начатые одновременно со стихотворением имели особое отчасти полемическое назначение впрочем мне следует рассказать об этом поподробнее поскольку я была свидетельницей этого процесса в сорок восьмом двадцать девятого апреля сегодня слушала Ираклия Андронникова вечера не было а были отдельные номера не связанные между собою поэтому можно было судить о нем в разных жанрах это очень неровно рассказы о Шкловском и Пастернаке гениальны но в них есть что-то жуткое эта сила перевоплощения организованная в пронзительно умную форму почти страшна короткие острые новеллы Шкловский привычная парадоксальность одинокого ума яростно бьющегося об людей с требованием признания и понимания вместе с тем мелкость характера способность отдаваться без оглядки во власть собственных пристрастий и предубеждений изысканная рафинированная простота рассказа доходящая до полного абсурда вот Шкловский в рассказе Андроникова не хватает только грустной растерянности и детскости которая иногда проскальзывает у Шкловского а у Пастернака есть в огромной степени Андроников не чувствует этого не понимает что гениальность это бремя с нею трудно жить и в каждом поэте есть немного и сирота Пастернак уловлен только в его горячности если бы в законченных насыщенных экономных новеллах Андроникова были бы одна-две фразы или интонации выходящие за пределы взятой формы темы как бы проплывающие над рассказом незавершенные как вопрос без ответа было бы гораздо поэтичнее Пастернака нужно показывать так чтобы чувствовалось что его речь без всякого усилия может перелиться в другую речь или стихи словом в двух новеллах не хватает любви она заменяется без стыдства художника жадным физиологическим психологизмом злым любопытством а когда даешь портрет то хорошо понять человека до дна найти для него форму а потом оставить место для воображения надежды как бы сказать вот он весь каков есть но мог бы быть и другим в образе должна быть текучесть чем закрепленнее форма тем пренебрежительнее надо к ней относиться форма может распасться а то что конструировало ее может перевоплотиться в новую форму в большом искусстве это вечное всегда сохраняется и даже главный отблеск всему произведению дает у Андроникова этого еще нет гораздо больше лиризма легкости простора в рассказе о генерале Че Дзе это одно из лучших произведений об отечественной войне здесь есть новизна и неповторимость типа превосходно найденные слова алтарь отечества алая кровь слова которые ничего не объясняют но помогают генералу Че Дзе выражать высокое человечное и героическое наполняющее его целиком тончайший рассказ согретый теплотой и любовью автора к герою свежий и музыкальный надо быть благодарным Андроников за то что он показал человека поднятого и расширенного своим делом это очень редко бывает и трудно дается показывание человека в своем деле когда-то Андроников показал Гаука но это было поверхностно по сравнению с рассказом о наивном вдушевленном и умном генерале и так я теперь поняла настоящий художественный рассказ только этот он забывается раздавленной новеллами о Шкловском и Пастернаке в этих двух автор еще не справляется с персонажами они сильнее его особенно это относится к Пастернаку рассказ натуралистичен я начала с того что рассказы эти гениальны но страшны теперь поняла тяжесть от натурализма и от того что сила перевоплощения еще не вполне обуздана художником поразительно бездарный скучный длинный рассказ загадка Н.Ф.И в нем хороши только сценические портреты Маклаковой Жедринского и Голицына но там где Андроников выходит из своего жанра и пытается деловой и занимательной прозой описать свои занятия Лермонтовым он очень скучен рассказ насквозь фальшив рассчитан на пошлую публику которую надо занимать искусственными неестественными приемами повышается интерес к подробностям исследовательской работы себя в деле Андроников совсем не сумел показать я с ним работала над Лермонтовым и знаю что его энергия увлеченность страсть к исследованию труду любовь к Лермонтову выглядит совсем иначе чем он изображает в загадке NFI особенно отвратителен сентиментальный тон при упоминании о любви Лермонтова и NFI рассказ написан со спекулятивными целями для саморекламы и поэтому так плохо в замоскворечья в самых последних числах мая 1951 года машина неотложной помощи доставила Ахматову в пятую советскую больницу с диагнозом прединфартное состояние в приемном покое она была еще на ногах я с ней разговаривала на следующий день воскресенье я застал ее в изоляторе Анна Андреевна лежала на спине вытянувшись молчаливая с ужасной болью в груди меня она почти не узнавала взволнованная медсестра что-то принесла и быстро побежала за дежурным врачом потом мы узнали что именно в тот час произошел инфаркт миокарда тяжелый двусторонний через несколько дней ее перевели в общую шестиместную палату Анна Андреевна лежала у левой стены на средней кровати и по ее настоянию лицом к окну выходящему в сад я все еще входила к ней с опаской но 5 июня дата у меня записана она обрадовала меня своим спокойным и веселым видом а мне здесь представление показывали произнесла она беззаботно я недоумевала каменного гостя где там она указала рукой на окно за которым ветви деревьев почти касались стекла я теперь поняла как надо играть и как надо говорить здесь все дело в командоре монумент стоит на пьедестале по бокам черного цвета как бы два блестящих черных щита она обрисовала руками а посередине серый переходящий в рибастровый статуя может быть в двух вариантах один такой очень грузный большой человек знаете бывают такие большие мужчины с длинными усами грубыми чертами лица толстыми руками а другой вариант такой тонкая длинная фигура уходит вверх так что не видно головы голова упирается в небо и где-то там теряется этот вариант лучше говорю я как хотите и это вовсе не кладбище а огромный купленный участок никаких могил и гробниц здесь нет а все актеры обычно тычут рукой и показывают что здесь где-то похоронена бедная Инеза это большой сад а Донна Анна должна быть вся в белом хотя у Пушкина и сказано под этим вдовьем черным покрывалом но нам до этого нет дела здесь траур был белым но а Дон Гуан какой спрашиваю я Дон Гуана мне не показывали она помолчала но когда он говорит с Липарелло он гуляет по этому роскошному зловещему саду и нарочно говорит так как будто здесь очень уютно и ничего особенного придя домой я сразу записала поразивший меня рассказ Ахматовой единственная запись которую я себе позволила сделать за все время нашего знакомства с 1933 по 1966 год когда выздоровев Анна Андреевна пришла ко мне я показал ей этот листок это не все там еще много было задумчиво сказала она в неурочное время телефонный звонок Анна Андреевна просит немедленно приехать говорит медсестра встревоженно я помчалась в больницу оказывается произошло чисто житейское недоразумение свой взволнованный рассказ Анна Андреевна начала фразой пришла НН стукнула на стол боржом и сказала выслушав и обсудив всю историю я распутывала ее уже в городе а сама не переставала удивиться памяти Анны Андреевны задолго до инфаркта я обратила ее внимание на смелость выражения Льва Толстого в повести хозяин и работник молодайка обмахнув занавеской уходивший прикрытый самовар с трудом донесла его подняла и стукнула на стол неперенесенная опасная болезнь нечувствительность выздоравливающей не вытеснили из ее сознания это впечатление как-то к слову я спросила Анну Андреевну помнит ли она то лето и особенно возвращение из больницы как не помнить весело откликнулась она а что было да ничего был прохладный но ослепительный солнечный день машина шла по большой Калужской улице рядом с водителем сидел Н.И.Х Анна Андреевна со мной на заднем сиденье с жадностью вглядывалась она в пролетающую мимо улицу верхушки деревьев нескучного благородные пропорции здания первой градской больницы блестящий верх мчащихся навстречу машин неожиданно наклонившись ко мне Анна Андреевна прошептала почти выдохнула по-детски нравится спустя год после первого инфаркта Анна Андреевна настолько окрепла что мы поехали в Коломенское на троллейбусе потом долго еще шли пешком вверх по тропинке в пыли под солнцем церковь вознесения была открыта Анна Андреевна молча смотрела на осужающиеся своды уходящего ввысь храма на царское место где как нам сообщили сиживал Иван Грозный и выйдя на волю прошептала как страшно она живо представила себе как царь тут сидел и думал о своих жестоких делах возвращаясь домой мы подошли к пивному ларьку где я хотела прикупить папирос очередь расступилась но Анна Андреевна объявила что хочет пить продавец протянул ей полную кружку пива она не отрываясь выпила ее до дна и чем больше она запрокидывала голову тем больше уважения отражалось в глазах окруживших нас рабочих и она поставила на прилавок пустую кружку под их одобрительное кряканье и сдержанные возгласы удивления несколько лет подряд каждый апрель а потом опять в июле стояла сильная жара Ахматовой с ее больным сердцем конечно следовало жить за городом но куда ехать в домах творчества она не хотела показываться боясь любопытствующих расспросов и утомительного разглядывания гостить на дачах но дела складывались так что ее присутствие в Москве очень часто бывало необходимо на ордынке она прохаживалась на квартире ардовых в штапельном платье-халате с красными тюльпанами по синему фону входила в залитую солнцем всю в зелени столовую и вздыхала суховей прорвался а суховеи тогда постоянно писали в газетах перед ночными часами она шла с ардовым на угловой сквер подышать а на следующее утро рассказывала о говоре московских просвирен вспоминая известные слова Пушкина блаженное вслушивание в этот говор началось еще в замоскворецкой больнице но нередко оно прерывалось возмущением разучились говорить не знают какого рода слова мужского или женского путают падежи мы ходили с ней гулять идя друг другу навстречу она выходила из дома номер 17 в начале большой ордынки а я шла с большой серпуховской улицы заходили во все дворики отдыхали там переулки где ходил островский полюбились Ахматовой хотя как писателя она его недооценивала длина ее комнаты на ордынке равнялась длине тахты однажды Анна Андреевна лежала вопреки своему обыкновению лицом к двери а спиной к окну я сидела напротив или рядом что в этой комнате каюте одно и то же вы слышите уже совсем другой звук прервала она случайно наступившее молчание в квартире никого кроме нас не было тишина в недоумении я бросила взгляд на растворенное окно увидела угол стены пожарную лестницу вымахавшей почти до второго этажа тополь лист уже суши объяснила Анна Андреевна нет той влаги в шелесте какая бывает в начале лета дело было в середине июля и казалось ничто еще не предвещало приближение осени в другой раз в той же каюте на втором этаже она прочла мне свое новое стихотворение а я не сразу уловила почему оно называется мартовская элегия она охотно заговорила в марте когда начинает таять снег всегда кажется что кто-то со двора приник к окну меня потряс тогда образ надежды обновления завершающий эту элегию и казалось что после конца никогда ничего не бывает кто же бродит опять у крыльца и по имени нас окликает но когда я навестила Анну Андреевну на ордынке за пять дней до ее кончины она внезапно с тоской перебила меня все время кто-то стоит за окном и зовет это бывает только в марте вы не замечали на серпуховке я жила в больничном саду с выходом на улицу щепок чаще всего Анна Андреевна приходила ко мне в послеобеденное время дождавшись звонка на ужин когда больные разбредались по палатам мы выходили в опустевший огромный сад в начале сидели на скамне посреди лужайки дышали озоном не обращая внимания на близость кухни впрочем бездействующий в это время суток это какое дерево указывает Анна Андреевна на большую крону вдали и удивилась как можно не знать она называла вяз или тополь не уставала любоваться старым дубом перед нашим домом и разного возраста кленами пока мы шли ближе к выходу на серпуховку опять сидели на скамье возле памятника Вишневскому вдыхали запах распустившегося к вечеру табака и так насидевшись шли к стоянке такси на площадь а так как ехать до Ордынки было слишком близко и таксисты сердились я проводив Анну Андреевну в машине и поднявшись с нею на второй этаж до дверей квартиры сразу же возвращалась на той же машине через Люсиновку и весь ночной сад домой таков уж был наш ритуал вероятно Анна Андреевна вспоминала и это когда даря мне книгу своих переводов из корейских поэтов надписала другу Эмме на память о нашей смиренной жизни в 50-х годах века взамоскворечья с любовью Анна 13 апреля 1956 Москва нередко мы ездили с Анной Андреевной на центральный почтамп где, как она говорила я становилась в очередь на отправку бандероли и в этом огромном зале под шум хлопающих дверей и шаркающих ног под дробный стук почтовых штемпелей и возгласы с названиями городов она писала письмо сыну как-то придя на ордынку я спросила Анну Андреевну как ей нравится новое стихотворение Пастернака «Свидание» «Дивно» сказала она я ждала дальнейшей оценки стихотворения как высокого образца любовной лирики но оказалось что Ахматову прелестил только портрет женщины под снегом одна в пальто осеннем без шляпы без калош как это современно восклицала она течет вода с косынки по рукаву вапшлаг после этого часто собираясь гулять она произносила пастернаковскую строку из свидания «Пойду размять я ноги» я шутливо говорила наденьте пальтецо и она неизменно подхватывалась нежностью да пальтецо в Москве шел французский фильм Тереза Ракен по мотивам романа Золяна на материале двадцатого века картина всем нам понравилась в театральном доме Ардовых много и профессионально говорили об игре актеров Анна Андреевна охотно присоединилась ко мне а вы заметили как она вышла из машины Анна Андреевна имела в виду те кадры где в полицейской машине Терезу ее играла Симона Синьоре везут на место преступления пустынный пейзаж железнодорожные пути Тереза ставит ногу в элегантной туфле прямо в глубокую лужу и даже не вздрагивает идет вперед как сам нам было такие детали всегда волновали Ахматову без них искусство было для нее мертво некоторые слушатели не понимали одиннадцатую симфонию Шостаковича но Ахматова горячо защищала новый опуск композитора у него революционные песни то возникают где-то рядом то проплывают вдалеке в небе вспыхивают как зорницы так и было в 1905 году я помню она помнила не только первую революцию но и более ранние времена как-то в каюте на Ордынке она описывала мне дом в котором жила с родителями в царском селе и упомянула о местной почтовой станции не знаю почему почту там разводили на лошадях Анна Андреевна рассказала с каким восторгом она со своей нянькой наблюдала как ямщики выбрасывали из саней тяжелые тюки с корреспонденции и с особым стуком кидали на пол станционной избы ямщиков брали из керасирского или гренадерского полков задумчиво припоминала она вскоре я узнал этих силачей в царской сельской оде написанной Ахматовой в Комарове в 1961 году а на розвольнях правил великан керасир несмотря на авторский подзаголовок девятисотые годы кажется мне что и этот великан и цыганка спостояла во двора и солдатская шутка забрели царско-сельскую оду из девяностых когда Аня Горенко рассказывала со своей любопытной нянькой по удивительному городу свои стихи Ахматова читала легко прерывая беседу и не меняя позы она произносила их ровным тихим голосом как бы сообщая только в некоторых местах прорывалось иступление тотчас умеряемое я до сих пор не забыла как она читала в 1936 году в Москве стихотворение от тебя я сердце скрыла может быть потому что она читала его не с глазу на глаз а в присутствии четырех человек в мастерской художника Осмеркина волнение начало овладевать ею в строках осторожно подступает как журчание воды и нарастая достигла апогея в двух следующих к уху жарко приникает черный шапоток беды слегка вибрирующий голос позволял догадываться о неистовстве породившем эти строки но она тотчас овладела собой и закончила на ровном спаде поздние магнитофонные записи чтения Ахматовой уже не передают этого впечатления голос ее с годами стал ниже и глуше к тому же магнитофон сам по себе сгущает звук главное же в том что стихи в этих записях текут беспорядочной вереницей и это нарушает художественный эффект сохраняется только строгий ритмический рисунок авторского исполнения большую частью Анна Андреевна читала для одного слушателя не разрешала запоминать отказываясь повторить текст иногда она говорила здесь надо будет доработать я еще подумаю самый же процесс творчества оставался совершенно скрытым мне трудно было себе представить как и когда Ахматова писала я рассказывала Анне Андреевне о своем толковании лермонтовского образа читателя она слабо реагировала на новизну моей трактовки я считала что читатель это Вяземский я предложила перечесть вместе журналисты читателя и писателя это только экспозиция небрежно отозвалась Ахматова о литературной полемике первой части а вот что замечательно ведь лермонтов описывает здесь как он сам сочиняет стихи и она указала мне на кусок из монолога писателя бывают тягостные ночи без сна горят и плачут очи на сердце жадная тоска дрожа холодная рука подушку жаркую объемлет невольный страх в лосы подъемлет болезненный безумный крик из груди рвется и язык лепечет громко без сознания давно забытые названия вот для этого все стихотворение и написано заключила Анна Андреевна говорили о коварстве лирической поэзии поэт как будто открывает читателю свои самые сокровенные переживания но ходит как по канату один неверный шаг и сорвешься в мелкое личное излишне откровенное я пошутила что писание лирических стихов сущности занятие неприличное Анна Андреевна ответила что как раз недавно она беседовала на эту тему с Люсей Лидия Яковлевна и Гинсбург тоже говорившие о невидимой черте которую так опасно перейти поэту появление перед читателем в образе лирического героя и все-таки самим собой со своей индивидуальной судьбой мы сравнили с работой актера как бы он не перевоплощался он все же сжигает свои нервы плачет своими слезами предстает перед публикой одетый и раздетый одновременно словом и актер и лирический поэт больше чем другие художники служат сами себе материалом искусства в память этой беседы мне особенно дороги были строки ее стихотворения читатель и рампа торчит под ногами все мертвенно пусто светло лайм лайта позорное пламя его заклеймило чело при первой публикации этого стихотворения редактору показалось бестактным слово позорное и чтобы не раздражать актеров Ахматова заменила его словом холодное так это стихотворение печатается до сих пор а какой в этом смысл у меня есть авторизованная машинопись с первоначальным текстом мне он представляется более верным интересно что Лидия Яковлевна Гинсбург печатая в 1977 году в дне поэзии свои заметки об Ахматовой тоже приводит подлинные слова Анны Андреевны корреспондирующие из первой редакции читателя стихи должны быть бесстыдными в беседе Анна Андреевна любила цитировать поэтов-современников иногда к слову как например в 30-х годах Пастернаковская повесть наших отцов точно повесть из века стюартов отдаленнее чем Пушкин и видится точно во сне а еще чаще без внешнего повода Анна Андреевна высоко ценила стихотворение Мандельштама на смерть Ольге Ваксель и часто скандировала и твердые ласточки круглых бровей из гроба ко мне прилетели сказать что они отлежались в своей холодной стокгольмской постели не раз возвращалась к отдельным строкам ее любимого воронежского стихотворения кого как тень его пугает лай и ветер косит перечитывая египетскую марку восхищалась богат осип богат единственное чего я не принимаю у него сказала однажды мне Анна Андреевна это как ни странно стихи о русской поэзии здесь он ухитрился не заметить Пушкина полет Гагарина ошеломил Ахматову ее так любившую землю потрясли сообщения о том как выглядит из космоса наша планета она взволнованно ходила по ардовской столовой и повторяла стихи Гумилева земля к чему шутить со мною одежды нищенские сбрось и стань как ты и есть звездою огнем пронизанной насквозь самая страшная в космосе абсолютная тишина часто потом говорила Ахматова она любила шум доносящийся со двора кто-то выбивает ковер другой зовет домой детей хлопают дверцы машины лает собака она смеялась над теми писателями которые стараются изолировать себя от звуков происходящей рядом жизни с иронией приводила в пример кажется братьев Ганкур добившихся в своем деревенском уединении полной тишины но вот ночью лошадь на конюшне переступалась ноги на ногу Аня Андреевне не мешало ничего как удар подействовал на нее до знания Леона Филиппе он видит траурные реки черные кладбищенские кони бегут с рыданием собеседник поправляя его переспрашивает с ржанием все кошмары приводят к морю твердит не отвечая с ржанием была написать силой, даже досадой, сказала мне Анна Андреевна. Ахматова много думала о большой повествовательной форме. Часто она фиксировала внимание на неиспользованных сюжетах современности. Однажды мы обсуждали судьбу нашей общей знакомой. Десятилетиями она питала душу обманчивыми надеждами. Еще один пропавший сюжет заметила я. Нет, — возразила Анна Андреевна, — об этом уже написано. И она стала излагать содержание рассказа Джона Стейнбека о мышах и людях, тогда еще у нас непереведенного. Как известно, там описан грубый мир американских фермеров, быт сезонных рабочих с их бездомностью и мечтой о собственном хозяйстве. Один из них неумышленно убил жену хозяина. Возмездие совершается тут же. И когда его ведут на казнь, брат, гладя безвинного убийцу по затылку, дурманит его словами надежды. Мы будем жить в своем доме, у нас будет свой клочок земли и барашки. На этом слове Анна Андреевна прослезилась. А это бывало с ней так редко. Когда рассказ Стейнбека был напечатан по-русски, я сопоставила перевод с изложением Ахматовой и не находила пластичных сцен, запомнившихся с ее слов. Не испытывала пронзительной жалости к убогим и трагическим душам этих людей и не ощущала так явственно сквозной идеи рассказа о безнадежной надежде. То же самое было с процессом Кавки, который Анна Андреевна прочла по-французски. Она пересказывала содержание романа гостям, собравшимся в ее ленинградской квартире на улице Красной Конницы. Лет через шесть-семь процесс вышел у нас в русском переводе. Я начала его читать. Где эти мрачные предзнаменования и предчувствия, набегавшие как волны? Где огненные повороты сюжета? Почему я не чувствую острой новизны будней? Мне виделись два просторных ленинградских окна, большой обеденный стол. За ним мы, немного чужие друг другу, молча слушаем сдержанный и раскаленный рассказ Ахматовой. Видимо, эти пересказы были для Ахматовой каким-то вторичным творческим процессом. Отсюда ее живейший интерес к построению сюжета. Каждый новый прочитанный роман подвергался ее придирчивой критике. Она проверяла линии развития сюжета, правильность мотивировок. Если она находила отклонение от истины в деталях, все произведение для нее разваливалось. Она прочла известный французский роман, где завязка строится на уличной сцене, увиденной из окна мансарды. Анна Андреевна проанализировала топографию описанного места и пришла к выводу, что улица не могла быть видна из этого окна. И какой бы острой ни была проблематика или динамичной фабула, после таких ошибок роман уже не мог привлечь ее внимание. Все это признаки непрерывной внутренней работы, знаменовавшие тяготение Ахматовой к выходу в новые литературные жанры. Как-то я сделала мимолетное признание, вовсе не ссылаясь на лефовскую теорию литературного факта и не цитируя Льва Толстого, хотя можно было тогда привести его известные слова. Со временем вообще перестанут выдумывать художественные произведения, будут словесно сочинять про какого-нибудь вымышленного Ивана Петровича. Писатели будут только рассказывать то значительное, что им случилось наблюдать. «Без привлечения этих авторитетов я говорила Анне Андреевне о том же, но как о своей индивидуальной склонности. Значит, просто в вас этого нет», — воскликнула Анна Андреевна. «Это самое главное». Итак, самое главное — художественный вымысел. Восклицание Ахматовой — ключ к ее затаенным интересам. Ни занятия Пушкиным, ни мемуарные очерки, ни работа над автобиографией, ни публицистические статьи, а публицистическим темпераментом пронизаны многие работы Ахматовой о Пушкине. Вся эта деятельность не покрывала ее тяги к прозе. Мне кажется, что Ахматовой владела неосознанное стремление создать традиционный психологический роман на широком историческом фоне XX века. Но все это брожение творческих сил впитало в себя поэма «Без героя». Произведение военных лет обрастало в последующие годы множеством вставок и изменений. Последняя редакция поэмы по жанру и по стилю принципиально отлично от первоначального творения. Вероятно, поэтому Анна Андреевна не возражала, когда я поделилась с ней своим замыслом написать статью под заглавием «Две поэмы без героя». Она даже обещала предоставить мне необходимые для этого материалы. Но мое последнее свидание с Анной Андреевной — 28 февраля 1966 года. А 5 марта она скончалась в подмосковном санатории. «Книга жизни». Так назвала Анна Андреевна Ахматова свою самую толстую записную книжку большого формата. Такое заглавие можно распространить на все 23 ее записные книжки. Если полистать любую из них, они поразят своим смешанным содержанием. Тут встретятся стихи и цифры, списки отданных журналы новых стихотворений и другие списки, напоминающие о бывших сегодня посетителях, планы завтрашнего дня и отрывки прекрасной прозы, еще не видевшей света, библиография рецензий на свои ранние книги и заметки, заготовленные для новой полемической статьи, выписки из прочитанных книг, беглые записи о поездках Москва, Ленинград, Рим, Париж, Лондон. Но во всей этой смеси доминирует несколько больших творческих тем. Это работа над незавершенной пьесой, главным образом стихотворный пролог к ней, новые строфы для поэмы без героя и расширенная редакция воспоминаний о Лозинском, в первоначальном варианте уже напечатанных. Еще одна, совсем особая тема, портрет Николая Степановича Гумилева, поэта, друга, мужа. Да, это не дневник. В этих записях почти не встретишь личных или интимных признаний. Непамятные деловые блокноты и нетворческие рукописи — это действительно книги жизни. Все они отмечены общим отличительным признаком. Они велись только в последний период жизни их владелицы, с 1958 по 1966 годы. Все помнят или знают, что этот исторический период, так называемая «оттепель», сопровождался огромным душевным подъемом в среде интеллигенции. После 20-го съезда КПСС, когда Никита Сергеевич Хрущев разоблачил преступную сторону правления Сталина, появились надежды на более свободную и нормальную жизнь. Возвращались из лагерей и ссылок бывшие заключенные. Среди них был и сын Ахматовый Лев Николаевич Гумилев, Лева или Левушка, как его называет в своих записках Анна Андреевна. Он был полностью реабилитирован после семилетнего пребывания в лагере строгого режима, вторично осужденный особым совещанием на 10 лет в 1950 году. До этого Лев Гумилев уже прошел тяжелый путь. Долгое следствие и заключение с последующей высылкой в еще строящийся Норильск с 1938 по 1944 годы. Эта трагическая эпопея отражена в реквиеме Анны Ахматовой. Затем добровольное участие в Великой Отечественной войне, закончившейся в Берлине. Четыре года жизни в родном Ленинграде начались с упоительным ощущением свободы, но были оборваны в 1946 году знаменитым мракобесным постановлением ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград». Содержащиеся в нем неслыханные поношения и оскорбления Ахматовой не могли не отразиться на судьбе Льва Николаевича. Он был исключен из аспирантуры, но упорно продолжал свои научные занятия, хотя его не пускали больше даже в читальный зал необходимой ему библиотеки Ивана, Института Востоковедения, Академии наук. В ноябре 1949 за ним пришли с ордером на арест. По рассказу Анны Андреевны, после прощального благословения сына, она потеряла сознание. Очнувшись, услышала «А теперь вставайте, мы будем производить у вас обыск». Когда ГБшники ушли, Анна Андреевна стала импульсивно бросать в печь свои перемешанные бумаги, не разбираясь в них. Вряд ли в составе сожженного архива были какие-нибудь записные книжки. Кто же их вел в те времена? Уничтожение огромной части бесценных, ненапечатанных рукописей поэта было не единственной жертвой, принесенной Ахматовой в эти трагические дни. В то время как над Гумилевым велось следствие в Лефортовской тюрьме, сразу после ареста его увезли в Москву, Ахматова, оставаясь в полном одиночестве, решилась на отчаянный поступок. Она написала цикл казенно-патриотических стихов, среди которых было и словословие Сталину. Цикл был напечатан в огоньке в начале 1951 года под заглавием «Слава миру». Но на участь сына это не повлияло. Осуждение на десять лет не потеряло своей силы. Ахматова осталась в странном, двусмысленном положении. С одной стороны, ей стали предоставлять работу переводчика стихов, чтобы она не умерла с голоду. Еще через некоторое время под давлением доброхотов-благожелателей литературный фонд сдал ей в аренду маленький коттедж в Комарове на общем участке с тремя другими писателями. С другой стороны, пресловутое постановление ЦК не было отменено. Оригинальное творчество Ахматовой не печаталось. Несмотря на то, что переводческая работа расширила круг ее знакомых, это были редактора издательств или периодических журналов, где печатались ее переводы, все же она жила очень замкнута. Изредка читала новые стихи самым близким друзьям и постепенно пыталась восстанавливать свои уничтоженные творения, припоминая, наново записывая, находя старые публикации, но, конечно, записных книжек тогда вести не могла. После смерти Сталина, когда первые волнения и страсти немного улеглись, Анна Андреевна стала делать попытки хлопотать о пересмотре дела сына. Организовать это было не так просто. Во-первых, лынуло довольно много просителей и трудно было попасть на прием к нужному лицу. А во-вторых, надо было решить, кому обращаться, ведь общее политическое положение было еще колеблющимся. Наконец, в феврале 1954 года письмо Ахматовой было передано в условленный день в комендатуру Кремля на имя председателя Верховного Совета СССР Ворошилова. По словам его адъютанта, письмо Ахматовой в тот же день легло на стол высокопоставленного адресата. Но ответа не последовало. Он пришел только летом, не из Верховного Совета, а из Генеральной прокуратуры СССР. Сухой, казенный ответ гласил, дело Гумилева пересмотру не подлежит. Это был страшный удар для Анны Андреевны. Она оказалась в тупике. Стало ясно, что ей жертве постановления никакой поблажки не будет. Ее поддерживали только для виду, чтобы не создалось впечатление на Западе о том, что поэта загубили, но каждое напоминание о ней властям только обрекало хлопоты о ее сыне на неудачу. Тогда все эти годы, до 1956, когда состоялся уже упомянутый 20-й съезд. Ахматова обращалась ко многим влиятельным лицам, чтобы они своим авторитетом поддержали ее просьбы, вернее, чтобы они сами заступились за Льва Гумилева. И знатные люди охотно вмешивались в это дело. Это были Шолохов, Эренбург, академик Струве, член-корреспондент Конрад, директор Эрмитажа Артамонов, доктор исторических наук, лауреат Сталинской премии Окладников, секретарь Союза писателей Сурков. Каждый из них с удивлением убеждался, что все его усилия наталкиваются на какую-то непробиваемую стену. А Лев Николаевич тем временем со своими «односидельцами» воображал, что все происходит из-за того, что мать не хочет за него хлопотать. Особенно когда узнали, что Ленинградское отделение Союза писателей делегировало Ахматову на Всесоюзный съезд писателей, они там в лагере совсем растерялись. По их наивным представлениям Ахматова должна была тут же, на торжественном заседании съезда, с участием правительства, крикнуть во всеуслышание, что у нее невинно осужденный сын, и все бы перепугались, и сейчас бы занялись его делом. Между тем, такой выпад мог бы оказаться гибельным для него, а может быть и для Ахматовой. Уж нашли бы способ, как избавиться от неугодных лиц. Вот эта больная идея и сделала отношения между Ахматовой и ее сыном такими напряженными, когда он вернулся в 1956 году. Мы к этому еще вернемся. Образ жизни Ахматовой в атмосфере всеобщего оживления конца 1950-х, начала 1960-х годов, тоже сильно изменился. Постепенно у нее стали появляться все более широкие связи с издательствами и редакциями журналов и газет. Но, как уже говорилось, ей открыли дорогу только к переводам или тщательно отобранным редакторами отрывкам из ее новых стихов. Так стихотворение из пяти стров превращалось в восьмистишее, вырванное из середины, в другом из пяти стров выброшены две середины и тому подобное. А записные книжки безрезультатно заполнялись планами будущих книг, поэтических сборников и мемуарных, большими кусками незавершенных исследовательских работ о Пушкине. Внешне пестрая новая жизнь Анны Андреевны не могла заслонить главного дела поэта — встречи с читателем, обнарудование своих творений. Тут дело, как видим, обстояло совсем неблагополучно и напряженно. Даже в последние месяцы жизни Анна Андреевна испытывала всю тягость опального положения. 15 сентября 1965 года Анна Андреевна записывает. Хоренков просит к 21-му отобрать стихи в сборник в Ленэсдате. Как мне не хочется с ними возиться, как хочется от них отдохнуть, даже забыть. Это значит опять думать — нельзя, можно, лучше это или то. Какие опустошающие мысли, как вредно быть собственным критиком, цензором, палачом. Постановление ЦК ВКПБ 1946 года так и не было отменено при жизни Анны Андреевны. Его продолжали изучать в средней и высшей школе, и это диктовало издательством соблюдение высочайшей осторожности. Первая книга стихов Анны Ахматовой вышла только через 12 лет после постановления, в 1958 году. Ее готовили целый год. Она состояла из отдела «Стихи разных лет». За период с 1909 по 1957 годы набралось 75 стихотворений, треть сборника занимали переводы. Со свойственной ей самоиронии Анна Андреевна подарила мне его с надписью «Остались от козлика ножки-дорожки». Другие экземпляры этой тоненькой книжки Анна Андреевна подвергала обработке. Она заклеивала страницы, заполненные ее стихами 1950 года, с их вымученным казенным патриотизмом, а на их место вклеивала страницы с собственноручно записанными новыми стихами. Эти экземпляры она дарила избранным людям, причем каждому доставались разные стихотворения. Таким способом Ахматова предполагала сохранить хоть какую-то часть своего нового творчества. Следующая книга стихотворения, изданная в 1961 году, гораздо полнее предыдущей. Но в помещенной в ней руководящей статье Суркова изложена вся казенная программа трактовки творчества в лукаво смягченной форме. Сурков причисляет Ахматову к некоторым послевоенным советским поэтам, в стихах которых появились упадочнические нотки усталости и уныния. Коснулась это и Ахматовой, напоминает Сурков. В 1946 году эта тенденция подверглась строгому общественному осуждению. С таким напутствием читателю была представлена новая книга стихов Анны Ахматовой. Что ж удивительного, что в книгу попали под заглавием 1913 год только фрагменты, не названные там поэмы без героя. Полностью Ахматова у себя на родине так и не увидела свое центральное произведение напечатанным. Один из театрализованных вариантов поэмы, где героиня должна была быть Судейкина, Ахматова озаглавила исповедью дочери века, века еще острее обрисованного Ахматовой в отброшенном варианте из воспоминаний о парижской встрече с Модельяне в 1911 году. На высоких беззвучных лапах разведчика, пряча за спину еще неизобретенную ракету, к миру подкрадывался XX век. Но уловить центральную идею поэмы читателю было очень трудно по отдельным фрагментам. Чего стоило Анне Андреевне это расчленение ее любимого детища. Можно понять, прочитав ее заметку 1964 года, посмотрела поэму «В дне поэзии», от нее почти ничего не осталось. Это хуже, чем молчание. Грандиозная тема молчания проходит через все позднее творчество Ахматовой. Особенно сильно она выражена в незавершенной седьмой северной элегии, проникнутой мотивами отчаяния. В таком виде она уже после смерти автора, напечатана в ряде изданий 1970-80-х годов, но не воспроизводится эпиграф к ней. Это сентенция епископа Синесского из его надгробного слова Людовику XV. Народ не имеет права говорить, но без сомнения имеет право молчать, и тогда его молчание является уроком для королей. Подготовка последней прижизненной книги «Бег времени» опять принесла ее автору волнение, напряжение и обиды. Это можно видеть по запискам об Анне Ахматовой Лидии Чуковской, самотверженно и квалифицированно помогавшей Анне Андреевне в этом трудоемком и угнетающем процессе. Уже во время своей предсмертной болезни Анна Андреевна составила список поправок и дополнений о заглавленной для Лиды подлинник в последней записной книжке. Многие стихотворения оттуда напечатаны Лидией Корнеевной в ее книге памяти Анны Ахматовой, вышедшей в Париже в 1974 году. Не будет преувеличением сказать, что Анна Андреевна задыхалась под грузом огромного свода своих ненапечатанных сочинений, даже не всегда записанных, стихов, поэмы, незавершенные пьесы, прозы и исследовательских статей. В первый период своей литературной жизни, принесшей ей славу, она была избалована критикой и высоко ценила этот жанр. Хорошая критическая статья, записывает она, это та, которую помнят десятки лет, которая предсказывает молодого или с совершенно ясной точки зрения оценивает завершенного писателя. Читать критику должно быть так же увлекательно, как разбираемое произведение. В одной из записей она обронила «Я поэт 1940 года». На других страницах она объясняет эту мысль. Напоминаю, что с 1925 года она писала очень мало стихов, она продолжает «С 1935 года я снова начинаю писать, но почерк у меня изменился, но голос уже звучит по-другому». Возврата к прежней манере не может быть. 1940. Апогей. Стихи звучали непрерывно, наступая на пятки. Не дождавшись критики на проскользнувшие в печать некоторые из этих стихов и наконец став автором большой вещи, требующей резонанса, Ахматова сама набрасывает критический обзор, написанный в виде тезисов. Приведем его здесь, чтобы он не затерялся для читателя в потоке библиографических списков, писем, телефонов и адресов знакомых и незнакомых, случайных бытовых памятных заметок. Первое. Итак, поздняя Ахматова. Выход из жанра любовного дневника, четкий, жанра, в котором она не знает соперников и который она оставила, может быть, даже с некоторым сожалению и оглядкой, и переходит на раздумья о роли и судьбе поэта. Античные страницы, Борису Пастернаку, о ремесле, бывает так, последнее стихотворение, на легко набросанные широкие полотна России Достоевского, царскосельская ода, на Смоленском, которые утверждают равенство всего для поэзии. Появляется острое ощущение истории, русский трианон в парке, карикатурная беглая зарисовка, неразборчиво, и первый слой воспоминаний, переулок. Второе. Время доказало еще одно качество ее стиха — прочность. С выхода ее первой книги «Вечер» прошло полвека. Его знают, по крайней мере, четыре поколения читателей, часто и по-разному заглядывая в него. Третье. Клеопатра, Данте, Мелхола, Дидона — сильные портреты. Их мало. Они появляются редко, но они очень выразительны, исполнены каждый по-своему. Горчайшие. Четвертое. Есть три эпохи у воспоминаний. Открывает какие-то сокровенные тайники души, может быть, даже переходя черту дозволенного. Пятое. Архитектуру сменяет музыка, воду — земля. Давно умолкли царско-сельские водопады, шумят комаровские сосны, умирают люди, воскресают тени. Шестое. 1940. Мои молодые руки. Россия Достоевского. Путем всея земли. И начало триптиха. В один год. 1940. Триптих, начатый в 1940 году, превратился в законченную поэму без героя, но продолжал развиваться и расти. Поэма без героя не оставляет Ахматову. В записных книжках содержится много текстов для той, которую она называет «другая». А другой Ахматова говорит часто как о преследующем ее долге — раскрыть глубинное содержание поэма без героя или, как она ее называет, триптиха. Это наводит на мысль, что отсутствие критики создало у автора иллюзию, что это ее главное произведение осталось непонятым. Отсюда постоянные беседы с отдельными слушателями или читателями. Беседы, напоминающие скорее опрос мнений, чем обмен ими. В результате у Анны Андреевны появилось стремление самой объяснять каждому, каковы значения и смысл поэма без героя. Мне казалось, что Ахматова для того пишет другую, чтобы сказать в ней то, что хотела бы услышать от критики. Записные книжки подтверждают эту мысль. Читаем. Начинаю думать, что другая, откуда я подбираю крохи в моем триптихе, — это огромная, траурная, мрачная, как туча, симфония о судьбе поколения и лучших его представителей, то есть, вернее, обо всем, что нас постигло. На мой взгляд, это все уже есть в сквозной воздушной редакции поэмы 1946 года. Некоторые собеседники Ахматовой отвечали на ее устные комментарии в этом же духе. Например, мы встречаем такую ее запись. Когда я читала одно из моих особенно длинных и подробных объяснений Ивановскому, он сказал, «Я чуть не крикнул посредине. Перестаньте, не могу больше. Ведь то, что вы читаете, — это та же поэма, скажем, — решка, но в прозе это невыносимо». Иногда Анна Андреевна обобщает такие случаи, записывая, а есть еще такие, что не хотят, чтобы им объясняли. Они сами все знают. Объясняя, автор их как бы обворовывает. Безусловно, Ахматовой была необходима критика такого класса, какой она встречала в начале своего литературного пути. Она замечает, предисловие «Кузмина» к вечеру с легкими переменами могло бы быть предисловием к поэме. Самым чутким и проницательным критикам для Анны Андреевны остается недоброво. Она записывает. Прочла, почти не перечла, статью НВН в «Русской мысли» 1915-го. В ней оказалось нечто для меня потрясающее, страница 61-я. Ведь это же пролог. Статью я, конечно, совершенно забыла. Я думала, что она хорошая, но совсем другая. Еще не знаю, что мне об этом думать. Я потрясена. На следующий день возвращение к той же статье. Он пишет об авторе реквиема, триптиха, полночных стихов, а у него в руках только четки и у самого моря. Вот что называется настоящей критикой. Синявский поступил наоборот. Имея все эти вещи, он пишет 1964-й, как будто у него перед глазами только четки. И Ждановская пресса. Одной из главных болезненных точек в деятельности Ахматовой было толкование западными словистами жизни и творчества Николая Степановича Гумилева. Там оно утвердилось еще со времен русской эмиграции первой волны. В этой среде было много личных врагов, как Гумилева, так и Ахматовой, которые они помнили еще его женой. Отрицательное отношение Анны Андреевны к ним было уже известно. Но вот в 1965 году, 18 мая, Ахматова возвращается к этой теме в своей записной книжке. Как всегда бывало в моей жизни, случилось то, чего я больше всего боялась. Бульварные, подтасованные, продажные и просто глупые мемуары попали в научные работы. Первый попался на эту удочку Бруно Карневали, подуанский сборник, предисловие, но он сравнительно легко отделался. Второй жертвой стал Драйвер. Его случай потяжелее. Из-за этого вся его работа не может приобрести нужный тон. Вначале он говорит, что его объект легендарен, а затем подробно рассказывает, как какую-то унылую, молчаливую женщину постепенно бросает ее совершенно несимпатичный муж. Упомянутый Драйвер — автор диссертации об акмеизме. Дальше Анна Андреевна делает ряд замечаний и советов автору. В частности, она упрекает его взабвение бешеного успеха поэзии Гумилева у молодежи 1910-х годов, а затем и 1930-х. Можно сказать, что это урок всем, кто хочет писать о жизни и стихах настоящего поэта. С 1904 года по 1910, начиная с «Русалки», можно проследить наши отношения, зафиксированные в трудах и днях и абсолютно неизвестные мемуаристкам типа Неведомской и А.А. Гумилевой и вообще моим биографам. Нельзя просто сказать, напечатал романтические цветы и посвятил их Ахматовой и точка, в то время как это почти поэтизированная история его любви, его отчаяния, его ревности. Тема музыкально растет, вытекает в жемчуга и расплавляется в чужом небе. Весь цикл чужого неба очень цельный и двойному толкованию не поддается. Это ожесточенная последняя борьба с тем, что было ужасом его юности, с его любовью. Полемику с западными гумилеведами Ахматова заключает так. И так оказывается, что Гумилева нам описывают три дементные и ничего не помнящие старухи. А.А. Гумилева, Вера Неведомская и Ирина Адоевцева. Его стихи рекомендуются нелюбившим его Вячеславом Ивановым и вообще ничего не понимавшим Валерием Брюсовым. Оба тщательно пропускают в его творчестве главное — ясновидение, закладывая основание здания непрочитанности, своды которого и до сих пор тяготеют над его стихами. Эта унылая и в сущности однообразная картина всемирной пошлости неожиданно прорезалась радостным впечатлением. Анна Андреевна приветствовала его как важное событие «La Gran Nouvelle». Речь идет о чтении мемуарной прозы Марины Цветаевой. Местами Ахматова ее критикует, но останавливается в изумлении перед другими строками. То, что она пишет о Гумилеве, страница 123, самое прекрасное, что о нем до сего дня, 2 сентября 1964 года, написано. Хотя мужик написан в 1917 году, после революции, как бы он был ей благодарен. Это про того непрочитанного Гумилева, о котором я не устаю говорить всем с переменным успехом. Эту его главную линию можно проследить чуть ли не с самого начала. Разделим радость Ахматовой. Перечтем. Редко у нас перепечатываемые строки Цветаевой о стихотворении Гумилева «Мужик». Есть у Гумилева стих «Мужик», благополучно просмотренный в свое время царской цензурой, с таким четверостишием. «В гордую нашу столицу входит он, Боже спаси, обворожает царицу, необозримой Руси». Вот, в двух словах, четырех строках, все о Распутине. Царицы. Все о той туче. Что в этом четверостишие? Любовь? Нет. Ненависть? Нет. Суд? Нет. Оправдание? Нет. Судьба. Шаг судьбы. Вчитайтесь. Вчитайтесь внимательно. Здесь каждое слово навес крови. В гордую нашу столицу. Две славных. Одна гордая. Ни Петербург встать не может. Входит он. Пешая и лешая судьба России. Боже спаси. Знает. Не спасет. Обворожает царицу. Не обвораживает. А именно, по-деревенски, обворожает. Необозримой Руси. Не знаю, как других. Меня этой необозримой, со всеми звенящими в нем зорями, пронзает ножом. Еще одно. Это заглавная буква царицы. Не раболепство. Нет. Писать другого с большой еще не значит быть маленьким, ибо вызвано величием страны. Здесь страна дарует титул. Заглавная. Ц. Силы вещей и верст. Четыре строки. И все дано. И чара. И кара. А если есть в стихах судьба, так именно в этих. Чара. Так именно в этих. История. Так именно в этих. Ведь это и Гумилева судьба. В тот день и час входила. В сапогах или валенках. Красных сибирских пимах. Пешая и неслышная. По пыли или снегу. Дорогой Гумилев, породивший своими теориями стихосложения ряд разлагающихся стихотворцев, своими стихами о тропиках ряд тропических последователей. Дорогой Гумилев, бессмертный попугай, которого с маниакальной, то есть неразумной, то есть именно попугайной неизменностью повторяют ваши 20 лет назад молодого мэтра с интенцией, так бесследно разлетевшейся под колесами вашего же трамвая. Дорогой Гумилев, есть тот свет или нет? Услышьте мою от лица всей поэзии благодарность за двойной урок. Поэтам, как писать стихи. Историкам, как писать историю. Чувство истории, только чувство судьбы. Не мэтр был Гумилев, а мастер. Бога вдохновенный и в этих стихах уже безымянный мастер, скошенный в самое утро своего мастерства ученичества, до которого в костре и окружающем костре России так чудесно, древесно дорос. После такого высокого понимания одного поэта другим поэтам становится ясным, что и у Ахматовой установили совсем особые отношения с Гумилевым. Они живут вместе, становятся мужем и женою, но делят взаимное общение между поэтическим видением мира и повседневным бытом. Поэтому Анна Андреевна и называет в своих записях отношения с Николаем Степановичем особенными, исключительными, непонятной связью, ничего общего не имеющей ни с влюбленностью, ни с брачными отношениями. Она же является и героиней лирики Гумилева. Для обсуждения этого рода отношений действительно еще не настало время, решает Анна Андреевна. В записях так много говорится о Гумилеве, что читатель сам будет размышлять об этом, вникая в слова Ахматовой. Я хочу остановиться только на теме страха и тревоги постоянных спутников их совместной жизни. Об этом говорится в Северной Элегии. В том доме было очень страшно жить. И есть намек в письме Гумилева к ней из Слепнева. Каждый вечер я хожу один по Акинихинской дороге испытывать то, что ты называешь божьей тоской. Как перед ней разлетаются все акмеистические хитросплетения. Мне кажется тогда, что во всей вселенной нет ни одного атома, который бы не был полон глубокой и вечной скорби. В свое время, когда я, пишущая эти строки, не знала еще писем Гумилева, Анна Андреевна мне рассказывала, что было в Слепневе такое место, где Николай Степанович испытывал какой-то почти мистический ужас, и он нарочно ходил туда, чтобы закалять себя. Есть еще один признак, который позволяет нам издалека догадываться о состоянии, которым они оба были подвержены. Ведь Анна Андреевна в стихах Гумилева всегда связана с лунным светом. В юности она страдала лунатизмом, в полном его выражении. Мне говорила ее невестка, бывшая жена Виктора Горенко, со слов Инны Эразмовны, матери Анны Андреевны, что ее надо было забрать из института, какого моя собеседница не уточнила, потому что однажды ночью нашли в бессознательном состоянии, лежащий на полу в церкви. А ведь Гумилев знал и полюбил Аню Горенко, когда ей было 14 лет. Вероятно, в ту пору ее лунатизм еще ярко проявлялся. Признак лунной девы или лунной женщины всегда сопровождает образ Ахматовой в стихах Гумилева. Да и у него самого были странные отношения с луной. Это прямо бросается в глаза в том стихотворении, где он так верно подсказывает свою смерть. Я говорю не о пресловутом рабочем, пацифистском стихотворении, где говорится о крупповском рабочем, и не о стихотворении «Я и вы», а о другом, тоже из цикла «К синей звезде», хотя и не из лучших. Ты пожалела? Ты простила? Когда-нибудь при лунном свете, раб истомленный, я исчезну. Я побегу в пустынном поле, через канавы и заборы, забыв себя и ужас боли, и все условия, договоры. И не узнаешь никогда ты, чтоб в сердце не вошла тревога, в какой болоте непроклятой моя окончилась дорога. Наконец, достаточно вспомнить его Семирамиду. И в сумрачном ужасе от лунного взгляда мне хочется броситься из этого сада с высоты семисот локтей. Вспомним, что по определению Ахматов и Гумилев был ясновидящим, визионер, пророк, фантаст, и не станем дальше разгадывать тайну их отношений, которую, может быть, и не нужно разгадывать. Была еще третья, главная боль Ахматовой, это ее странное отношение с сыном. Здесь мы ограничимся только тем, что говорит об этом в своих записях Анна Андреевна. В другом месте я говорю об этом подробнее, так как близко стояла к этой стороне их жизни. 19 мая 1960 года Анна Андреевна записывает в Москве. Сегодня приехал Лева. У него вышла книга «Хунну». 23 ноября 1962 года Лев защитил докторскую диссертацию. 23 июля 1963 года она пишет брату Виктору, живущему в Америке, «Передать твой привет Леве не могу. Он не был у меня уже два года, но, по слухам, защитил докторскую диссертацию и успешно ведет научную работу». Итак, в 1961 году произошла жестокая ссора. На днях, 1994 год, я разговаривала об этом с Эдуардом Григорьевичем Бабаевым, одним из любимых собеседников Ахматовой еще с той поры, когда он был ташкентским школьником. Он вспомнил интересный эпизод, относящийся именно к лету 1961 года. Это было в гостях у Надежды Яковлевны Мандельштам, жившей в Москве в Лаврушинском переулке в семействе Шкловского. Бабаев вышел на минутку на кухню покурить. Там сидел Лев Николаевич Гумилев, с которым Анна Андреевна только что его познакомила. Он сидел на табуретке и напряженно курил. В это время на кухню зашла жена Бабаева, Лариса Глазунова. — А почему вы не идете слушать стихи? — спросила Анна Гумилева. — Стихи испортили мне жизнь, — ответил он. — А из соседней комнаты уже неслось. Я к розам хочу, в тот единственный сад. Когда все разошлись, Бабаев долго шел с Гумилевым сыном по ордынке. Лева, начисто лишенный чувства собеседника, сразу начал втолковывать ему. Говорят, что я вернулся из лагеря озлобленным, а это не так. У меня нет ни ожесточения, ни озлобления. Напротив, меня здесь все занимает, известное и неизвестное. Говорят, что я переменился. Не мудрено. Согласен, что я многое утратил. Но ведь я многое приобрел. У меня замыслов на целую библиотеку книг и монографий. Я повидал много Азии и Европы. Лева даже не понял, что Анну Андреевну огорчало не отсутствие у сына живых интересов, а полное атрофии чувства любви и благодарности к людям. Так по поводу возвращения Иосифа Бродского из его высылки в Архангельскую область, Анна Андреевна записывает. «Не тени озлобления и высокомерия, боятся которых велит Федор Михайлович. На этом погиб мой сын. Он стал презирать и ненавидеть людей, и сам перестал быть человеком. Да просветит его Господь. Бедный ему Левушка». Прощаясь с Львом, Бабаев заметил, что он очень похож на Анну Андреевну. «Да», — ответил тот, — «сходство у нас не отымешь». В действительности это не доставляло ему никакого удовольствия. Он даже считал, что она виновница всех его недостатков, приобретенных и особенно врожденных. В первые же дни возвращения на волю он мне писал из Ленинграда 9 июня 1956 года. «Простите, что открытка, но если ждать, пока я соберусь купить конверт...» «Хм, во мне много маминых черт». Как видим, не прошло еще месяца после его появления в Москве, а он не может преодолеть накопившееся у него предубеждение против матери. Однако вскоре он отошел. В письме от 1 марта 1957 года он рассказывает, что сильно заболел, уже пять дней лежит в постели и дальше. «Мама! С нею чудо! Она опять такая хорошая и добрая, как 20 лет тому назад. Веселая и остроумная. Я просто счастлив. Она за мной ухаживает и кормит диетой». Когда в последнем августе я гостила у Анны Андреевны в Комарове, она мне сказала, «Я бы хотела помириться с Левой». Я ответила, что, вероятно, и он этого хочет, но боится чрезмерного волнения и для нее, и для себя при объяснении. «Да не надо объясняться», — живо возразила Анна Андреевна. Пришел бы и сказал, «Мама, пришей мне пуговицу». Я имела основание больше не вмешиваться в Левину жизнь и не приняла замаскированные просьбы ко мне Анны Андреевны. Но, вернувшись в Москву, я рассказала об этом разговоре Надежде Яковлевне Мандельштам. «О, это можно устроить!» — оживилась она. Хотя не применула сделать замечание. Ахматова, мол, никогда не пришивала ему пуговиц. В задачу примирения Анны Андреевны с Левой она включила весь круг новых и действительно милых друзей Ахматовой, но тут надо было действовать гораздо спокойнее. А они дотянули до времени, когда Ахматова уже слегла. Тогда стал разыгрываться спектакль на тему «Пускать или не пускать его к матери?» «Убьет он ее или успокоит своим появлением?» Мне казалось, что тут никакой альтернативы нет, и такого же мнения был и лечащий врач. Эта женщина-врач говорила, что радость свидания лучше, чем постоянно сдерживаемая боль из-за нелепого разрыва. Но в обсуждении этой проблемы включились даже соседи по палате, и все они вместе так запутали Леву, что придя в больницу, он смяг, испугался и ушел, не зайдя в палату. В тот же день он позвонил мне по телефону, плакал, что не решился повидать, в общем-то, умирающую мать, а заодно избегал и меня уже много лет, считая виноватой. В чем? В том, что я годами скрывала от него в своих письмах в лагерь, что Анна Андреевна якобы наслаждается жизнью, процветает и забыла о нем. Между тем больная и слабая Анна Андреевна оказалась гораздо здоровее психически, чем все остальные. Не дождавшись никаких посредников, за четыре дня до смерти она сама послала Леве через Мишу Ардова, только что вышедший «Бег времени» с нежной надписью «Леве от мамы». «Люсаныч, годится». 1 марта 1966 года. «Вы знаете, что это такое?» спросил Лев Николаевич. «Это ласка», то, чего я добивался все эти годы. Ардов предоставил мне право воспользоваться его записью. А фраза Ахматовой напоминает еще о предвоенных годах, когда они все жили на фонтанке, и Анна Андреевна много занималась соседским мальчиком Валей. Она обучала его французскому языку, а ребенок никак не мог овладеть произношением слова «Люсан» — обезьяна. Каждую минуту он вбегал в комнату, выкрикивал что-то совершенно невнятное, и ликующе спрашивал «А это годится?» Видимо, Анна Андреевна напоминала Леве о том времени, когда они жили так бедно, трудно, но нежно берегли друг друга. Этот подарок и эта такая своя надпись отражают примиренное состояние души Анны Андреевны в последние недели ее жизни. У нее даже появился новый творческий импульс, на этот раз к прозе. 2 декабря 1965 года уже в больнице она записывает «Кто видел Рим, тому больше нечего видеть?» Я все время думала это, когда в прошлом году смотрела на него прощальным взором, и во мне зрела 66-я проза. А ярко-синяя вода била из его древних фонтанов, как из щелей, куда пробралось море. 22 января 1966 года. Хочу простой домашней жизни. А прозу почти слышу. Уезжая осенью из Комарова, она прощалась с ним с таким особенным чувством. За окном день торжественной, нестерпимой красоты, богослужебная красота все совершившей природы. Происходит ее слияние, вернее, проникновение в таинство жизни. 1994. Постаревшие собеседницы. Давно замечено, что несчастье, взрывая, какое не есть привычное течение жизни, нередко сплачивают самых разных людей. Вслед за большими потрясениями часто происходит какой-то новый поворот жизни. Таким узловым событием стали для Анны Андреевны Ахматовой два ее приезда в Москву в 1934 году. Она и ее сын, Лев Гумилев, гостили у Мандельштамов в их новой квартире в писательском доме по Нащекинскому переулку. Первое пребывание Ахматовой было довольно длительным, месяц, во всяком случае, а второе — коротким. Оно известно по ее воспоминаниям о Мандельштаме и по мемуарной книге Надежды Мандельштам. Анна Андреевна приехала утром 13 мая, но успела провести с Осипом Эмилиевичем лишь один этот день. В ночь на 14-й пришли гости, в кавычках, с ордером на арест Мандельштама. После того, как его увели, обыск продолжался всю ночь. С этой минуты Анна Андреевна не покидала Надежду Яковлевну вплоть до отъезда ее вместе с Осипом Эмилиевичем в Чердынь, куда он был отправлен по приговору коллеги ОГПУ. В тот же вечер с другого вокзала Анна Андреевна уехала в Ленинград. С этого года у Анны Андреевны образовались в Москве дружеские связи, длившиеся до конца ее жизни. Среди новых друзей на одном из первых мест нужно назвать Нину Антоновну Ольшевскую, драматическую актрису, жену писателя-сатирика Виктора Ефимовича Ардова. Это ей за четыре дня до своей кончины Анна Андреевна сделала дарственную надпись на беге времени «Моей Нине, которая все обо мне знает». С любовью, Ахматова 1 марта 1966-го Москва А ранее в книге стихотворения «Моей светлой Нине, ее Ахматова» дана на Ордынке 13 июля 1961-го. Ордынка — место, упоминаемое почти во всех московских воспоминаниях об Ахматовой, но до Большой Ордынки, дом 17, квартира 13, Ардовы жили на первом этаже того же писательского дома в Нащекинском переулке, в том же подъезде, где на пятом этаже жили Мандельштамы. Нина Антоновна рассказывает «Когда она гостила у Мандельштамов, и я видела, как она подымается по лестнице, я обалдевала. С Мандельштамами мы уже были знакомы, и однажды мы с Виктором поднялись наверх и представились Анне Андреевне. Это такой случай в моей жизни, даже трудно было себе представить, как мне повезло». После ареста Осипа Эмильевича квартира его еще сохранялась, и Анна Андреевна иногда останавливалась там, приезжая из Ленинграда. Принимала ее мать, Надежда Яковлевна, а иногда и сама Надежда Яковлевна, приезжавшая в Москву из Воронежа, куда перевели Мандельштама. Так укрепилась их дружба, начавшаяся еще в 20-х годах в детском селе, но несколько замерзшая из-за переезда Мандельштамов из Ленинграда в Москву. Мое знакомство с Анной Андреевной и ее сыном Львом завязалось тоже здесь, у Мандельштамов, в 1934 году. Несколько раз в эти годы Ахматова останавливалась уже у Ардовых. Нина Антоновна вспоминает Виктор вначале так стеснялся, что вскричал однажды «Надо проверить, есть ли у нее чувство юмора, или я умру». Как известно, чувство юмора Ахматовой было предостаточно. В общении с Ардовым у нее установился легкий тон. Артистичный в домашнем быту, человек быстрых реакций, связанный своей литературной работой с театром, эстрадой, цирком, любитель-карикатурист, Ардов был также широко образованным человеком, хорошо знал русскую литературу и историю. Это позволяло Ахматовой не скучать, беседуя с ним. Оба полуношники. Они иной раз засиживались до трех-четырех утра, затрагивая в своих разговорах самые разнообразные темы. Но эта непринужденность отношений в семье Ардовых установилась у Анны Андреевны позже, по прошествии нескольких лет. В первые годы, когда в квартире Ардовых, кроме Тахты, стоял в большой комнате только трильяш, а в другой комнате жил маленький, пока единственный сын Нины Антоновны от первого брака, Алеша Баталов, такой близости еще не было. Хотя Нина Антоновна была уже очень привязана к Анне Андреевне, круг знакомств и манера жить Ахматовой удивляли ее, а в Ленинграде она отчужденно наблюдала тамошнюю особенную жизнь Ахматовой. От этой поездки в Ленинград у Нины Антоновны сохранилось одно интересное воспоминание. Там она мне сказала. Я, наверное, уже все написала. Стихи больше не рождаются в голове. Это, вероятно, было в 1935 году, замечаю я. Вскоре стихи стали появляться сплошным потоком, а этот источник уже не иссякал до самой ее смерти. Она отметила в своих записках, что началось это в 1936 году. По-моему, все пошло от стихотворения «От тебя я сердце скрыла». Да вы и сами это знаете. Да-да. А Пунин очень обиделся на нее за эти стихи. А вы видали когда-нибудь, как Анна Андреевна сочиняет? Никогда. Она только говорила, «А в голове вертится, вертится, и больше ничего». А дня через два так поманит пальчиком и прочтет новое стихотворение. Я обалдевала и ничего не могла сказать, но думаю, что она читала для себя. Сама себя проверяла. Читала медленно, слушая себя, покачиваясь вправо и влево. И лицо у нее было вот такое, как на этой фотографии. Мы рассматриваем фото, сделанное в ленинградской квартире Ахматовой, на красной коннице, то есть уже в 50-х годах. Анна Андреевна сидит в кресле у угла комода, на комоде зеркало в посеребренной оправе. Свечи, вазочки с цветами. Лицо у нее строгое. В 30-е годы Ахматова не всегда останавливалась у Ардовых, а гостила и у других московских друзей. Приезды ее из Ленинграда большую частью вызывали с необходимостью хлопотать о судьбе сына, которого преследовали и тогда, когда он был еще на свободе. Ну а о несчастье, отраженном в знаменитом реквияме Анны Ахматовой, напоминать не приходится. У Нины Антоновны, родившей за это время еще двух сыновей, была репрессирована мать. Эта беда заслоняла все остальные чувства. Затем война надолго разлучила Ахматову с Ардовыми. Анна Андреевна, как известно, была эвакуирована в Ташкент в октябре, а Нина Антоновна с тремя детьми еще раньше в Казань, а затем в Чистополь. Ардов был призван в армию, работал во фронтовой печати. Увиделась Анна Андреевна с Ниной Антоновной лишь весной 1944 года. Эта встреча положила начало особой душевной близости между ними. Вернулась Нина в Москву, очевидно, в середине мая. Она ждала ребенка, который вскоре родился, но умер в младенчестве. 31 мая она писала Виктору Ефимовичу. Сейчас приехала с вокзала, проводила Анну Андреевну. Очень по этому поводу грущу. Она для меня была большой отдушиной радостью. Прямо как в ее же стихах. «Я знаю, ты моя награда за годы муки и труда». Очень мне было с ней интересно и тепло, а главное — умно. Отчего я так отвыкла за эти годы одиночества и одичалости. Совсем тоскливо мне будет сейчас без наших ночных будений, к которым я так уже привыкла за эти дни. Пишу тебе на бумажке, в которой она вчера сделала приписочку. Приписка такая. «Дорогой Виктор Ефимович, завтра еду в Ленинград. Очень жаль оставлять Нину Антоновну. Мы чудесно провели с ней две недели. У вас в доме все благополучно. Дети хорошие. Напишите мне. Ахматова». Это возвращение в Ленинград отражено в четверостише Ахматовой, впервые напечатанном совсем недавно. «Лучше б я по самые плечи вбила в землю проклятое тело, если б знала, чему навстречу, обгоняя солнце, летело». События, вызвавшие его к жизни, уже известны в литературе. Это одна из драматических страниц в биографии Ахматовой. Вспомним ее. Из Ташкента Анна Андреевна торопилась навстречу своему другу, Владимиру Георгиевичу Гаршину, который оставался в осажденном Ленинграде. Он так же тяжело переносил разлуку с Анной Андреевной, как и она с ним. Потеряв во время блокады жену, он просил Ахматову окончательно соединить с ним свою жизнь. В их переписке было условлено, что он получит квартиру, где и просил Анну Андреевну поселиться с ним. Она согласилась. Дошло даже до того, что он телеграфно спрашивал ее, согласна ли она носить его фамилию. Анна Андреевна приняла и это предложение. Вот почему в Москве она широко оповещала знакомых, что выходит замуж. Однако в Ленинграде, на вокзале, Гаршин тут же задал ей вопрос, «Куда вас отвезти?» Это походило на какой-то оскорбительный розыгрыш. Но куда же можно было отвезти Анну Андреевну? В брошенный запущенный дом на фонтанке? Одну. Сын, хотя уже и отбыл лагерный срок, работал в Труханске. Ей пришлось искать убежище у знакомых. Не менее полугода она жила у Лидии Яковлевны Рыбаковой. Московские друзья долгое время ничего об этом не знали, поэтому Нина Антоновна недоумевала, когда получила 14 июля, то есть через полтора месяца после отъезда Анны Андреевны из Москвы такую телеграмму «Сообщите здоровье, целую вас нежно, живу одна, благодарю за все, Ахматова». Нина Антоновна рассказывает «Фраза «живу одна» меня насторожила». Но догадаться было еще труднее. Три недели длилось недоумение, пока 6 августа не пришла новая телеграмма. Гаршин тяжело болен психически, расстался со мной, сообщаю, это только вам, Анна. Вслед за этим пришла открытка, написанная через три дня, 9 августа. Дорогая моя, спасибо за письмо. Оно тронуло меня и напомнило вас и себя, какой я была в мае. Получили ли вы мою телеграмму, знаете ли мои новости? Я все еще не на фонтанке, там нет воды, света и стекол. И неизвестно, когда все это появится. Была в Тариоках, два дня. Читала стихи раненым. Крепко целую вас и детей. Привет маме, думаю об ее мучениях. И пусть мне напишет Николай Иванович. Вашей Анна. Получила милое письмо от Ардова, простужена, лежу. Что-то неладно с сердцем. Какая сдержанная открытка, говорит Нина Антоновна, и какая способность сострадать и участвовать во всех горестях и заботах окружающих. Да, верно. В этом послании, уместившемся на одной открытке, можно почувствовать всю силу Ахматовского слова. Она вновь обрела свое достоинство поэта и гражданина. Она может сострадать чужому горю, думает о смертельной болезни Нининой мамы, актированной из лагеря, чтобы умереть на руках у дочери. Она хочет говорить с друзьями, просит писать ей и Нину, и старого друга Николая Ивановича Харджиева. И только в одной полуфразе дано понять о тяжелой травме, перенесенной за эти два месяца. Но теперь с этим покончено. В августе она уже не та, какая была в мае. Мы с Ниной обсуждаем эту безобразную историю. Нина повторяет ту самую версию, которую я уже изложила выше, со слов Анны Андреевны. Нина продолжает, но это не совсем так. Вот и вы помните, что Гаршин к ней приходил еще несколько раз, пока она его не попросила прекратить эти посещения. Я даже знаю, как это было, говорю я. Анна Андреевна мне рассказывала так. Он приходил к ней в дом Рыбаковых и объяснялся. Наконец, Анна Андреевна указала ему, в какое глупое положение он ее поставил, не посчитавшись даже с ее именем. А я об этом не думал, ответил он. Вот это и взорвало Ахматову. И никогда она ему этого не простила. А вы знаете, Нина, что в 50-х годах, когда Гаршин уже перенес инсульт, он просил через кого-то прощения у Анны Андреевны. Она ничего не ответила. Тем не менее, ему отпустили его грех от ее имени. Он заплакал и лег в постель, презрительно отозвалась Анна Андреевна, рассказывая мне об этом. А потом, подумав и помолчав, добавила, «И как это можно? Самовольно говорить от моего имени?» Нина, не думаю, чтобы она любила Гаршина. Это была уже привязанность старых людей друг к другу. «А как вы думаете, Нина, кого она любила больше всех?» Я так и спросила ее однажды. Она после долгой паузы сказала как бы самой себе, «Вот прожила с Пуниным два года». Это и был ответ. Что же он означал? Что с Пуниным надо было уже расходиться, а она еще два лишних года с ним прожила. Значит, любила. Нина продолжает, «Пунин очень любил Анну Андреевну. Я не говорю уже об его письме из Самарканда, которым Анна Андреевна гордилась и многим показывала. Но куда они дели его записку из лагеря?» Имеются в виду Ирина Пунина и Анна Каминская. «Я сама ее видела. Анна Андреевна мне показывала. На клочке какой-то оберточной бумаги он писал, что она была его главной любовью. Помню хорошо фразу. Мы с вами одинаково думали обо всем». Он был двойственный, Пунин. То элегантный, в черном костюме, с галстуком, иногда бабочкой. Таким его знали на лекциях. Одна из студенток говорила мне, что более интересных и остроумных лекторов она не слышала. Дома, если он был в форме, был так же обаятелен, любезничал со мной, а в другой раз сидит в халате, в тапочках, раскладывает пасьянс, еле кивнет и не разговаривает. Как-то я сказала Габричевскому. Вы все знаете о литературе, об искусстве, а он, нет, это Пунин все знает. Лидия Корнеевна описала в своих записках, как Пунин однажды отказал Анне Андреевне возможности пользоваться сараем для дров. Там, мол, все заложено его дровами. Но Лидия Корнеевна не поняла. Это было при мне. Нина Антоновна рассказывает об этом очень уверенно. Это он дразнил Анну Андреевну. Она слушала его с улыбкой. А на другой день все было распилено и уложено. Они тогда уже разошлись, но Пунин часто забегал к ней в комнату, называл ее Анна Андреевна. Разговор с Ниной Антоновной перешел на Модильяне. Она вспоминает, о Модильяне Анна Андреевна говорила, посмеиваясь, всегда улыбаясь, как при приятном воспоминании. Рассказывала, когда в Париже я его в первый раз увидела, подумала сразу, какой интересный еврей. А он тоже говорил, может, врал, что, увидев меня, подумал, какая интересная француженка. Показывала рисунок Модильяне, висевший у нее, когда она еще жила с Николаем Николаевичем, и говорила, может быть, он будет самым знаменитым у них художником. Очевидно, это было еще в первые годы нашего знакомства, потому что я тогда и имени Модильяне не слыхала. Анна Андреевна находила у Толи Наймана сходство с Модильяне. О Судейкиной я слышала от Анны Ахматовой еще до войны, когда она прочла «Ты в Россию пришла неоткуда». Она говорила об Ольге, что она была очень красивая, но никогда не говорила ни об ее уме, ни о ней, как об актрисе. К театру я была равнодушна, объясняла она. Привлекало ее в Судейкиной то, что она была секс-бомбой, как теперь говорится. Рассказывала, мы обе были влюблены в одного человека, но имени Артура Лурие не называла. Они никак не могли разобраться, в кого же из них двоих он был влюблен. О других больше молчала. А о Недоброво и Анрепе не говорила со мной никогда. Я ее спросила, «Кого вы больше всех цените из поэтов вашего окружения в пору акмеизма?» Гумилева. Я удивилась, а не Мандельштама? Ну, это, видно, мое личное особенное дело, любить Гумилева, сказала она с усмешкой. В другой раз я ее спросила, чьи стихи были для вас переломными, не Красова, кому на Руси жить хорошо. Сейчас я его не люблю. Не ценю его стихи о крестьянах, потому что это неправда, но он поэт. И она стала читать наизусть «Мороз красный нос». А второй поэт Маяковский, ну, это мой современник, это новый голос, это настоящий поэт. И она прочитала опять на память его стихи о любви. Никак не могу вспомнить, какие именно. Тут Анна Андреевна рассказала, как в Ленинграде она шла по улице и почему-то подумала, сейчас встречу Маяковского. И вот он идет и говорит, что думал, сейчас встречу Ахматову. Он поцеловал ей обе руки и сказал, «Никому не говорите». А я, признается Нина, не могла беседовать с Маяковским. Я даже уходила, когда он был, так я его боялась. Я встречала его с Норой Полонской. Незадолго до смерти он сказал при мне, «Мне бы надо стихи о любви писать. Так хочется». Вероника Витольдовна Полонская, которую Маяковский в своей предсмертной записке назвал членом своей семьи, подруга Нины Антоновны с самых первых лет их артистической жизни в художественном театре. Анна Андреевна часто встречала ее на Ордынке и много говорила с Ниной Антоновной о ее судьбе. Неслучайность стихотворения Ахматовой Маяковской в 1913 году первоначально было посвящено Н.А. Альшевской с датой 1940-й, 3-е, 10-е марта. Флан работ Анны Андреевны Полонская включена как героиня отдельного очерка. «Нина, а как было с Светаевой? Вы были дома, когда она пришла к Анне Андреевне?» Ардов был знаком с Светаевой по дому творчества в Голицыне. Он сказал Анне Андреевне, что Марина Ивановна хочет с ней познакомиться лично. Анна Андреевна после большой паузы ответила белым голосом, без интонации, «Пусть придет». Светаева пришла днем. Я устроила чай, немножко принарядилась, надела какую-то кофточку. Марина Ивановна вошла в столовую робко и все время за чаем вид у нее оставался очень напряженным. Вскоре Анна Андреевна увела ее в свою комнату. Они сидели вдвоем долго, часа два-три. Когда вышли, не смотрели друг на друга. Но я, глядя на Анну Андреевну, почувствовала, что она взволнована, растрогана и сочувствует Светаевой в ее горе. Ардов пошел провожать Светаеву, а Анна Андреевна ни слова мне не сказала о ней и после никогда не рассказывала, о чем они говорили. Когда Пастернаку было плохо, ну, ссорился с женой или что-нибудь подобное, он уезжал в Ленинград и останавливался у Анны Андреевны. Селил на полу свое пальто и так засыпал, и она его не беспокоила. Это было раза три, что я знаю. В начале июня 1945 года я получила от Анны Андреевны открытку. Она поздравляла меня с победой и, как всегда, затрагивала на сжатом пространстве много тем. Между прочим, писала, живу очень пустынно, вижу мало людей. Она предполагала вскоре увидеться со мной в Москве. Ардовы зовут меня на дачу, объясняла она. Но Анна Андреевна не приехала. Видимо, ждала демобилизации сына, который ушел добровольцем на фронт из Туруханска и дошел до Берлина. 2 августа 1945 года Анна Андреевна писала Альшевской. «Дорогая Нина Антоновна, мне очень стыдно, что я не откликнулась на вашу чудесную телеграмму». В плане книги Ахматовой за полвека есть пункт «Нина Альшевская». И до сих пор не поблагодарила вас и Виктора Ефимовича за вашу неизменную доброту и дружескую заботу обо мне. Право, я всего этого не стою. «Часто и нежно вспоминаю вас обоих. Будьте здоровы и счастливы. Целую ваших мальчиков. Напишите два слова, ваша Ахматова». Она приехала в Москву только весной 1946 года. Это было время ее публичных выступлений, проходивших даже не с успехом, а с триумфом. Она привезла с собой поэму без героя и подарила на Ордынку один машинописный экземпляр с надписью «Дому Ардовых». 27 апреля 1946-го. Москва. Анна Ахматова. Она беспрестанно рассказывала о Леве, который, вернувшись осенью в Ленинград, жил вместе с ней. Появилась у нее и еще одна тема. Это встреча с человеком, который на много лет занял большое место в ее лирике. Началось это с цикла из пяти стихотворений. Этот цикл Анна Андреевна отдельно подарила Нине Антоновне с такой надписью «Дарю Н.А.О. на память о многих ночных беседах». А. 27 апреля 1946-го. Москва. «Какая же связь этих стихов с вашими ночными беседами?» спрашиваю я Нину Антоновну, хотя это было уже ясно. Нина Антоновна. Это было так. Она протянула мне переписанные ее рукой стихи и ни слова не сказала. Я прочла. Потом она прочла их мне, я была потрясена. И она сделала эту надпись. Впоследствии она говорила «Я вам Чинкве подарила, но это еще не то. Я о вас напишу, обязательно напишу». Я ей все о себе рассказала в эти ночные часы. О своем прежнем замужестве, о семейной жизни с Ардовым. Анна Андреевна выслушала все это и сказала «да-да». И больше никогда мы об этом не говорили. Как она умела войти во всякую чужую жизнь и все понять. А выходили с ней на ее выступление в этот ее приезд. Да. Когда она выступала в колонном зале Дома Союзов, из публики ее просили прочесть из четок и белой стаи и выкрикивали названия самых знаменитых стихотворений. Она делала перед собой третяльный жест рукой, морщилась и чуть лукаво улыбалась. А поэму без героя вы сразу полюбили? Мне было дорого, что она ее привезла. Я, как и все ее стихи, ощущала ее всем сердцем, но воспринимала как воспоминания о прошлом. О реквиме вы слышали, как о поэме. О таком названии раньше ничего не слышала. Знала только отдельные стихотворения, так же, как, например, «С Новым годом, с новым горем». Часто Анна Андреевна, читая, помахивала рукой. Это плохо еще. Очевидно, вскоре после возвращения в Ленинград Анна Андреевна послала Нине Антоновне записку с новой страфой для поэмы без героя. Это двенадцать строк, начинающиеся стихом, звук шагов, тех, которых нету, но с небольшим разночтением по сравнению с окончательным текстом. Вместо последних трех строк «Гость из будущего, неужели?» Он придет ко мне «Очень вас люблю и скучаю без вас. Телеграфируйте, как ваше здоровье и планы на лето. Целую вас и детей. Привет Ардову. Ваша Анна. Спасибо за все». Нина, а как вы относитесь к этим постоянным добавкам и переделкам поэмы без героя? Я считаю, что они испортили первоначальную редакцию. Нина, последние строфы сделаны уже в поздние годы, я не люблю. Может быть, как отдельные стихотворения они и хороши, но в поэме они, по-моему, чужеродный элемент. Тут уместно будет привести рассказ Татьяны Семеновны «Айзенман». Хотя в нем говорится о более позднем времени, но он характеризует отношение Нины Антоновны к поэме без героя. Привожу его в моей записи. В Комарове в сумерке сидели на крыльце Анна Андреевна, Нина, Ильина, я и еще кто-то. Это было в тот день, когда из Дома творчества приходила Маруся Петровых и был еще брат Нины, Толя. Все было очень хорошо. Мы с Марусей ходили в продовольственный ларек, купили что-то, был импровизированный ужин, а Анна Андреевна была очень довольна. Как хорошо, что мы без взрослых, приговаривала она, имея в виду своих ленинградских домочадцев. Анна Андреевна сказала, я хочу, я хочу, чтобы Нина прочла вам поэму. Нина читает поэму без героя лучше всех. А Нина говорит, Анне Андреевне, я при вас не могу, я стесняюсь. Ну, хорошо, я уйду. И она вошла в дом. Мы остались на ступеньках, а Нина своим хрепловатым, прокуренным голосом читала действительно очень хорошо, вдохновенно. Ты в Россию пришла неоткуда и другие куски. Но вернемся к 1946 году, рассказывает Нина. Я была с мальчиками в Коктебеле и все шлю Виктору письма и телеграммы. Спрашиваю, как Анна Андреевна, приехала ли она уже в Москву или собирается. Получаю от него телеграмму, дура, читай газеты. И я прочла постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», о Зощенко и Ахматовой. Немедленно стала собираться домой. Было трудно сразу достать билеты с детьми. Приехала, стала пытаться пробраться в Ленинград, тогда еще были пропуска. Прошло еще несколько дней, пока я приехала к ней. Пробыла у Анны Андреевны три дня и привезла ее к нам, в Москву. И когда мы шли по Климентовскому переулку, встречали писателей, они переходили на другую сторону. Сурков мне говорил, как я вам благодарен, что вы ее привезли к себе. А потом приехал из экспедиции Лева и они вместе уехали в Ленинград. Только 19 февраля 1947 года приходит посланная с оказией записка от Анны Андреевны. «Моя Нина, как давно я ничего не знаю о вас. Это очень скучно. Я долго и тяжело болела осенью, потом встала, как ни в чем не бывало, теперь опять хвораю. Занимаюсь Пушкиным, маленькими трагедиями и повестями Белкина. Целую вас. Привет вашему милому дому. Ваша Ахматова». Замечательно, что в первые же месяцы после августовского постановления, подвергшего ее астракизму, Ахматова написала свою лучшую исследовательскую работу «Каменный гость» Пушкина. Набело переписанная ее рукой статья датирована 20 апреля 1947 года. Вероятно, к тому же времени относится пока не найденная, может быть, незаконченная статья о другой маленькой трагедии Пушкина, Моцарте и Сальери. Что касается повестей Белкина, Ахматова вернулась к ним лишь через 10 лет, когда наконец была напечатана ее работа о каменном гости. Вслед за этим Анна Андреевна немедленно захотела сделать к ней ряд добавлений, среди них ее уникальное наблюдение над психологией творчества Пушкина на материале повестей Белкина. Эти дополнения опубликованы посмертно. Как известно, в 1946 году Ахматову исключили из Союза писателей и тем самым лишили ее рабочих хлебных и продовольственных карточек. Согласно записи в дневнике художницы Любимовой 29 ноября 1947 года Анна Андреевна показывала ей разрешение на получение литерных карточек. Это здесь сделали. Это Фадеев устроил, говорит Нина Антоновна, когда мы читаем с ней вместе эту запись. Но это не позволило еще Нине Антоновне прекратить ежемесячные посылки Ахматовой определенной суммы денег, которая составлялась из взносов московских друзей. Имена их, конечно, оставались неизвестными. А в Ленинграде то же самое организовала Ирина Николаевна Томашевская-Медведева. Анна Андреевна жила вдвоем с сыном. Рядом, в той же квартире, продолжала жить разросшаяся семья Пунина. Первая его жена, Анна Евгеньевна, умерла в Самарканде во время войны. Теперь у него была другая жена. Дочь Ирина была второй раз замужем и воспитывала дочь от первого брака, Аню Каминскую. Естественно, что семья Ахматова и семья Пунина жили и хозяйствовали совершенно отдельно. Между тем, дела Льва Гумилева шли все хуже и хуже. Его исключили из аспирантуры. Пришлось перебиваться на самых фантастических работах. Однако он не сдавался и добился права защищать диссертацию. Защитил. Получил степень кандидата исторических наук и место научного сотрудника в этнографическом музее. Казалось бы, наступило относительное успокоение. Но тень нового несчастья уже коснулась Анны Андреевны. В августе 1949 года был арестован Николай Николаевич Пунин. А через три месяца был взят Лев Николаевич Гумилев. Его перевели в Москву. И Ахматова решилась на такой шаг, к какому она не прибегала еще никогда, ни при каких обстоятельствах. Она написала стихотворный цикл «Слава миру». В него было включено стихотворение «Славословище Сталина». Эти стихи были пересланы ею из Ленинграда Нине Антоновне. А она связалась с Фадеевым и затем с Сурковым, бывшим тогда главным редактором «Огонька». Нина говорит, Сурков очень любил Ахматову. Любые ее стихи напечатаю, сказал он. Но еще многие годы мы, кроме «Славы миру» в «Огоньке» 1950 года ничего из стихов Ахматовой на страницах советской печати не видали. Зато ей позволили стать профессиональной переводчицей, то есть зарабатывать деньги и губить свой великий талант поэта. Анна Андреевна стала ездить в Москву, чтобы передавать каждый день дозволенную сумму в Лефортовскую тюрьму. Так она узнала, что сын жив. Следствие тянулось долго. Льва Гумилева все-таки приговорили к десяти годам заключения в лагере особого режима. Он вернулся только в 1956 году, реабилитированный за отсутствием состава преступления. После направления его в лагерь у Анны Андреевны началась совсем другая эпоха жизни, резко отличавшаяся от предыдущих лет. Она стала жить на два города. Еще живя вдвоем с сыном, Анна Андреевна после постановления много и тяжело болела. Сын за ней самоотверженно ухаживал. Теперь, как ни старались Ардовы облегчить ее душевное состояние, Анна Андреевна томилась и страдала. Это кончилось тяжелым инфарктом, перенесенным ею в больнице. Выйдя оттуда, Анна Андреевна перешла на положение полубольной, нуждающейся в постоянном уходе и в заботе. Нина Антоновна делала это идеально. Она делала все, что нужно, спокойно, умело, решительно и любовно. Начались настойчивые разговоры о переезде Анны Андреевны в Москву на постоянное жительство. Но она ни за что не хотела бросать Ленинград, а там были свои сложности. После ареста Пунина и Гумилева администрация Арктического института стала энергично выселять из подведомственного ей фонтанного дома Ахматова и Пунина. Это особенно сблизило обеих женщин. Они стали жаться друг к другу. Борьба с Арктическим институтом длилась долго, пока в феврале 1952 года Анна Андреевна и Ирина Николаевна с мужем и дочерью не переехали в общую квартиру на улице Красной Конницы. Так у одинокой Ахматовой образовались сразу две семьи. В обеих росли дети, что всегда вносит свет и жизнь в существование старого человека. К 1950 году у Ирины десятилетняя Аня, у Нины тринадцатилетний Миша и десятилетний Боря. Анна Андреевна жила на оба дома. Вскоре ей предоставили Литфондовскую дачку в Комарове. Таким образом появился уже третий дом, в котором жила и работала Ахматова в летние месяцы. Об этом последнем периоде жизни Ахматовой мы с Ниной не вспоминали. Я сама прочно вошла в новый быт Анны Андреевны и спрашивать Нину мне было не о чем. К тому же в ту пору Ордынка начала лихорадить. У Ордовых возникли семейные неурядицы, а Анна Андреевна стала холодно относиться к Виктору Ефимовичу. Он как-то изменился, стал неровен в обращении с домашними, нервозен. В конце концов Анна Андреевна потеряла к нему доверие. Но ее любовь к Нине Антоновне не ослабевала. Об этом свидетельствуют ее письма к ней. Вот письмо из Ленинграда, написанное 6 февраля 1955 года. «Дорогая моя, нижнее место я получила, когда тронулся поезд. Хорошо спала, приехала бодрая. Вчера мне принесли корейскую поэму и рыбака. Великолепно, но переводить почти невозможно. У меня еще в голове московская симфония. Лапа, телефоны, радио, масс и так далее. А здесь очень тихо. Анютка ласково меня встретила. Обе девочки в восторге от подарков. Целую и благодарю вас и всех вас. Ваша Ахматова». Здесь упоминается еще одна домочадка Ардовых «Собака-лапа». А масс необходимый компонент вечерней игры в карты. Вот письмо из Москвы, когда Нина Антонна была где-то с театром на гастролях. 28 января 1957 года. Дорогая Нина, вчера звонила Марина и сказала, что получила ваше письмо. Мне завидно, напишите и мне. Маргарита взяла у меня опять стихотворение для литературной Москвы. Номер третий. Посмотрим. Все происходит довольно обычно. Вероятно, 15 февраля поеду в Ленинград сдавать работу. Моя книга ведет себя все так же загадочно. Дружу с Мишей Ардовым. Наталья Ильинична Игнатова умерла. Жду письма и обнимаю вас. Ваша Ахматова, Москва. В этом письме отражено то бурное время, которое получило название «Оттепель». Маргарита Иосифовна Алигер взяла стихи Ахматовой для третьего выпуска литературной Москвы, который так и не вышел. Идут нескончаемые проекты, обещания и уклонения от них по поводу новой книги стихов Ахматовой. День своих именин 16 февраля Анна Андреевна, как видим, хочет провести в Ленинграде с Пуниным. Безвременно умершая Наталья Ильинична Игнатова новый друг Ахматовой, с которой она сблизилась, так же, как и с ее сестрой Татьяной Ильиничной Коншиной в Болшеве в 1952 году. Приведу выдержку из письма от 4 июля. Год установить не удается. Дорогая моя Нина, в Москве без вас очень скучно и пусто. Все домашние новости вы, конечно, знаете от Виктора Ефимовича. Миша стал совсем взрослым. Он очень мил, добр и весел. Я с ним дружу. У меня новостей никаких. Не скучайте. Звоните и любите меня. Ваша Ахматова. Среди многочисленных новых знакомых и почитателей в начале 60-х годов вокруг Ахматовой образовался кружок молодых поэтов. Среди них Иосиф Бродский и Анатолий Найман, приглашенный Анной Андреевной себе в секретарий. Все возрастающие мировая известность и популярность Ахматовой вылились в присуждение литературной премии в Италии. Она должна была получить ее в городе Таур-Мине в 1964 году. Ехать с ней должна была Нина Антоновна. Но, работая летом в Минском театре Нина Антоновна тяжело заболела. Вместо нее Анну Андреевну сопровождала в Италию Ирина Пунина. 13 октября 1964 года Анна Андреевна пишет ей в больницу из Комарова. «Нина, наверное, мне не надо говорить вам, что я все время с вами. Я так хорошо себе представляю четырехместную палату, обход врачей, мерение температуры и так далее. Странно мне только, что там не я, а вы. Когда после второго инфаркта я лежала у вас в маленькой комнате, моей единственной радостью был ваш сухонький утренний курительный кашель. Сколько ночей вы из-за меня не спали? А ваш обморок под Новый год? Я написала несколько стихотворений, из них выживут, по-видимому, два. Посылаю вам фотографию, это я читаю стихи «Наследница», а Толя слушает. Уверена, что этой зимой так или иначе я буду писать вам письма, если Анатолий Генрихович Найман даст милостивое согласие и впредь печатать их на машинке. Низко кланяюсь тому, кто сейчас с вами. Целую вас, ваша Анна. Через некоторое время Нину Антоновну перевели из Минска в Москву в загородную больницу 4-го управления. Туда и была послана телеграмма. Запоздала, но от всего сердца поздравляем самую дорогую Ниночку с ее днем Ахматова Найман. В письме от 5-го января 1965-го года из Ленинграда читаем «Я очень скоро приеду в Москву. О том, что было в Италии, расскажу при свидании, хотя особенно интересно ничего не было. Нина, я люблю вас и мне без вас плохо жить на свете. Целую вас, ваша Анна». И следующее за этим письмо. Вы, наверное, уже знаете, что меня выбрали в правление Союза. Для меня это большая неожиданность. Толя написал для Москоу-Ньюс мой портрет. Мне бы очень хотелось, чтобы вы видели эту прозу. Думается, что никто, как вы, не мог бы оценить некоторые ее качества. Во всяком случае, такого портрета у меня еще не было и едва ли будет. Так или иначе, мы вам ее доставим. 10 февраля на Пушкинском вечере мой голос прочтет два стихотворения, а Володя Рецептор прочтет мою маленькую прозу Пушкины дети. Получили ли нашу телеграмму к святой Нине? Сколько раз я проводила этот день с вами? Целую вас нежно. Перед поездкой в Оксфорд Анна Андреевна писала Нине Антоновне осенью 1964 года. Нина, мне и самой скучно, что я вам давно не писала. Это происходило единственно из-за отсутствия поблизости моего секретаря. По-видимому, в ноябре мне придется быть в Москве. Там, конечно, узнаю обо всем поподробнее, но и этого мне мало. Изо всех сил хочу вас видеть. Последние дни здесь гостила Надежда Яковлевна, она рассказывала что-то московское. Вы будете смеяться, вчера мне подали телеграмму из Оксфорда с сообщением, что я приглашена принять почетную степень доктора литературы. Вот. И последнее письмо, написанное летом 1965 года. Всегда мысленно беседую с вами, Ниночка. У нас только тем, правда? Я, кажется, мало и плохо рассказала вам про Лондон и Париж. Может быть, еще напишу вам об этом, когда окончательно приду в себя. Осенью Анна Андреевна в последний раз приехала в Москву. Тут она тяжко заболела. Еще раз инфаркт. В Боткинской больнице Анна Андреевна пролежала четыре месяца. А когда ее выписали, слабенькую-слабенькую, поехала с Ниной Антоновной в санаторий в Домодедово, но не пробыв там и трех дней, скончалась с 5 марта 1966 года. 1983-1984-1987 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова